Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 ноября 2016 года среда По одному из старинных 16 день месяца новых даров 7525 лета, пятница Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Как выжить в глобальных катастрофах на Земле Автор-соведущий Шемшук Владимир Алексеевич Здравия, Владимир Алексеевич Здравствуйте Вот тема глобальной катастрофы сейчас поднимается очень часто И в средствах массовой информации, и в разговорах людей Ну, больше, конечно, отличаются средства массовой информации И видео поснимали, и документальные фильмы выкладывают И радиопередач есть Да и журналы пестрят тем Начиная с 2000 года, если помните Вот там конец света ожидался, будет тот Все-то пролетели 12-й год, ожидается конец света, тоже пролетели Но тема все равно глобальных катастроф важна А уж тем более, как выжить в этих глобальных катастрофах Наверное, все равно для большинства остается важной Что вы подготовили нам рассказать по этой очень важной, на мой взгляд, теме? И почему эта тема возникла как необходимость в этом эфире? Ну, видите, я вообще-то больше все-таки ориентируюсь на то, чтобы упредить эту катастрофу Потому что, когда нам все это произойдет То шансов выжить практически нету В зависимости, конечно, еще от того, что рванет Ну, вот на сегодняшний день все знают про Элстон уже Дело в том, что это супервулкан, который расположен в Соединенных Штатах Америки В элстонском заповеднике Сегодня оттуда ушли все животные Там улетели птицы Хотя, в общем-то, там растительность вроде как еще стоит Но во многих местах там температура почвы доходит Выше 100 градусов там уже ходить невозможно В Вайверах там температура достигает 70 градусов Там тоже все погибло уже, естественно Вот, и периодически там потряхивает еще Уже, значит, ну, где-то несколько десятков там этих землетрясений произошло Тем более, все же секретят, да? Вот, точно ведь нельзя говорить А то, что сейсмическая активность по всей Земле усилилась И сейчас она, ну, практически каждый день где-то трясет, да? И только в одном там штате там за год больше 400 землетрясений То есть практически каждый день и не по одному разу землетрясения Это говорит о том, что вообще общее состояние планеты больное Вот, и думать, что она сама по себе заболела Вот, действительности-то не приходится Потому что это все связано с нашими эмоциями У нас известные такие общественные деятели Как Николай Рерих, Махамс Ганди Да, еще, значит, Лев Толстой Вот, они говорили о том, что все землетрясения и все катастрофы Они связаны с деятельностью человека Меня слышно, да? Да, да, слышно, слышно Я мотаю на воз, чтобы уточнять вопросы Да, звук может пропасть Поэтому надо, значит, это контролировать Иногда проверять, да Да, иногда проверять Так вот, значит, получается, что И это в действительности так Когда началась там Первая мировая война Тряханула Европу всю, да Вторая мировая война Тряханула Карпан Ну, там вообще, как бы, вот этот передний край, да Киев, Воронеж, там, до Архангельска Тоже все трясло Даже вот была революция, помните Культурная революция в Китае, да Она, 10 лет она была Закончилась страшнейшим землетрясением Когда погибли там Ну, они говорят 300 тысяч Но не 300 тысяч человек, конечно, погибло Там очень большое количество И вся эта культурная революция сразу закончилась Потому что эмоции людей Эмоции людей, как известно Отрицательные Которые имеют страх в основании Тоску, там, печаль Вот Они имеют 7-герцовую частоту 7-герцовую частоту И самое интересное Что, когда начинается землетрясение Перед ним всегда Появляется четкая вот эта 7-герцовая частота То есть, и Рерих, и Николай Вернее, Лев Толстой И Махамус Ганди Они были правы Что получается, что В действительности Эта 7-герцовая частота Может накапливаться В летосфере Земли И потом проявляться В виде землетрясений И в виде всевозможных Вот катастроф Потому что 7-герцовая частота Ведь она Концентрируется не только в летосфере Она может концентрироваться И в атмосфере И вот Заметьте, что раньше У нас вот эти Смерчи Они происходили В основном в Соединенных Штатах Америки Сейчас они Стали появляться в Сибири Почему-то А почему они стали появляться? Потому что Когда происходит Излучение Вот этой частоты И перпендикулярные Волны Они складываясь Дают Вращение А вращение Это что такое? Вращение Это частота Значит может существовать Сколько угодно Долго То, что мы называем Солитонами Ну сейчас Мы стали называться Солитонами Так вот И солитоны Поскольку у них Одна частота Амплитуда может быть И разным Но она все равно Может сливаться Друг с друга Если она концентрируется В летосфере Она потихоньку Накапливается Распространяется И за годы Ее становится Столько много Что вот Пробуждаются Такие супервулканы Как например Йеллстоун Или там Другие логарифы Та же самая Сан-Андреас Тоже уже начинает Потряхивать Это все В Соединенных Штатах Америки И получается Такая штука Что вот эти вот Смерчи Которые возникают Они Столбы Вырастают Вплоть до Стратосферы А это было В позапрошлом году В Соединенных Штатах Америки Такое И происходит Моментальное Перемещение Массы Стратосферы Где минус 60 Минус 70 Градусов Да На территорию На Поверхностные Значит Слои атмосферы Которые близки к Земле И там моментально Происходит замерзание И у нас ведь Вот этот Инцидент Когда вся Америка Вдруг стала должна Электрическим компаниям Потому что У них же дома Не приспособлены Как у нас Переживать Минус 60 Градусов Вот И естественно Что они Все Включили Отопительные приборы Пытались бороться Таким образом С таким холодом Который Брушился На Соединенные Штаты Америки И на Канаду Вот И получается Именно Из-за Этих Солитончиков Связанных Семигерцовой Чистотой Страха И Всеми прочими Отрицательными Эмоциями Потому что У них же Ведь Откуда Эта чистота Берется Потому что Вся Америка В действительности Должна банкам Как только Человек теряет Работу Его выкидывают Отовсюду А у него Все забирают Несмотря на то Что ему осталось Доплатить копейки Он платил всю жизнь За свой коттедж Или еще что-то А его выкинули Потому что ему больше Нечем платить У него просрочка И все А таких людей много И они ведь И средний класс И Не средний класс Они всех Гнобят Таким вот образом Вот эта вот система Она же сейчас Экстраполировалась И на Россию И бывшие страны Советского Союза И поэтому У нас тоже И в Сибири И везде Люди должны Они брали кредиты Работы Если не стало Значит Опять стресс Опять страх Опять значит Тоска И прочие вещи Которые вызывают Стали вызывать Вот эти вот Смерчи Которых раньше В Сибири Никогда не наблюдал Никто Вот Так вот теперь Самое что Интересное Сейчас говорят Что ну Логарито там Извержение Произойдет Там Ну и хорошо Что Америка Это божья кара Ее давно Пора наказать Казалось бы Дело в том Что Вернее Йеллстоун Это не Каркатау Который взорвался В 1870 году И то Он когда взорвался Там Возникла 36-метровая волна Цунами Которая Достигла Значит Побережья Там И Индии Но Это было В Индонезии Значит И Европы Короче говоря Там были Тоже Многочисленные Жертвы Но Не в таком Количестве Как если Взорвется Алгоритм Потому что Каркатау У него Диаметр Жерла Ну где-то Там 0,7 0,8 Километра Ну где-то Пусть даже Километр Так И он Вызвал Волну 36 метров Причем Глубина Ну Всякий Кратер У меня Глубину Там Всего Лишь Он Располагается Там Где-то Несколько Километров Ну там В пределах Десятка Чуть Может Больше Вот А если Брать Виллстоун У него Во-первых Кратер Это 56 на 72 Кратер Километра Да То есть Это Больше 3500 Километров Квадратных И Глубина Жерла Вулкана Да Опускается На 600 Километров То есть Если Эта штука Рванет Мало Никому Не покажется У нас Конечно Волна Более 5000 Метров Не может Быть Потому что Глубина Океана 5000 Метров Средняя Да Но Даже Если Будет И Километров Или Двух Километров Сколько Раз Она Обойдет Землю Сама Сейсмическая Волна Вот При Кракота Трижды И еще Вот Цунами Такое Родило А у нас Здесь Сейсмическая Волна Которая Будет Неизвестно Сколько Раз Обходить Будет Все Отрясти И Потом Еще Ведь Не забывайте Что У нас На разломах Специально Выстроено Более 500 Атомных Станций Которые При Заметресения Взрываются Автоматически И Вот Представьте Если Все 500 Атомных Станций Зарвется Радиация Будет Такая Которая Не позволит Жить Даже Микробам То есть Земля Будет Вся Заражена Вот Этими Микробами Этой Радиацией То есть Все Будет Выжжено Этой Радиацией Никакой Жизни Просто Терги Просто Практически Не может Остаться Кто-то Надеется Отсидеться В подземных Городах Которые Настроили Там Или Для себя Настроила Вот Тоже Не Получится Представляете Землетрясение И Пойдет Волна Ну Пусть Даже Она Не 5000 Метров Будет А Три И Вернее Даже Километр Пусть Будет Идти Так Вот Если Километровая Масса Навалилась Вдруг На Территорию Да Это Получается Миллион Там На Метр Давление Тон Это Как Минимум Миллион Никакая Конструкция Не Выдержит Такого Напряжения Естественно Все Эти Города Сложатся Как Домино Да Как Карточные Домики И Все Кто Там Будут Находиться Они Будут Спрессованы И Поскольку Там Кислорода Естественно Не Будет И Из них Потом Опять Образуется Нефть А нефть У нас Органическую Природу Происхождение Она Как раз И получалась В результате Катастроф Когда Были Предыдущие Цивилизации Тоже Пытались Спастись В подземных Кородах То есть Получается Сейчас Наша Цивилизация Топит Свои Дома Ездит На машинах За счет Прежней Цивилизации Которые по каким-то причинам Может быть Из-за неразумности Себя Погубили Правильно Совершенно Топливом Для нас А мы будем топливом В этом случае Для наших последователей Следующие цивилизации Если они Конечно Подпишутся На использование Нефти И газа Для своих Энергетических Целей У нас же Существуют Уже Десятки Если не сотни Но я Во всяком случае Знаю Десятки Таких Изобретений Когда Можно Использовать Эфир Про который Нам запрещено Сейчас Говорить А в принципе Из эфира Можно получать Все В том числе И энергию В неограниченном Количестве Сколько нам Нужно Это просто Невыгодно Той закулисе И тем Кто стоит у нас У власти Реально стоящие Не те президенты Там премьеры Министры Которые В принципе Ничего не решают Без закулисы А именно Вот она А она Как раз И не дает Возможности Внедрению Всех вот этих Процесс Вот этих Вот Передовых Изобретений Которые Позволили бы Человечеству Быть независимым Независимым От этих Вот Энергоресурсов От сланцев И прочих вещей Вот Так вот Если рванет Вернее Йеллстоун Во-первых Там Помимо Йеллстоуна Начали просыпаться Еще Два Супервулкана Которые Имеют Такие же Размеры А самый мощный Это Сан-Андреас Он Вообще Проходит Хребтом По всей Америке То есть Там уже Тысячи Километров И там Тоже Идут Землетрясения И Логарита Она такая же Приблизительно Как и Йеллстоун Чуть-чуть Поменьше Это Получается Как домино Принцип Домино То есть Взрывается Один вулкан Начинает Взрываться И другой вулкан И третий Они все Практически Рядом Ас-Андреас Захватывают И то И то Если они Рванут Вместе Даже Если Один Йеллстоун Рванет Если Это Прозойдет Днем То мы Устремимся От Солнца Потому что Земля Сойдет Своей орбиты А если Взорвется Ночью То мы Устремимся К Солнцу Ни в том Ни в другом Варианте Ничего хорошего Для человечества Не будет То же самое Если Одновременно Взорвутся Логарито И Сан-Андреас Как собственно Говоря И прогнозируется То В принципе Если бы У нас Не было Вот этих Ядерных станций Да То мы бы Превратились В Марс Если вы Помните Картинку Марса Там вот эти Вот Три Мощных Кратера Они видны И вот Эта вот Линия Тоже Разлома По всей поверхности Идет Это как раз Последствия Того Что Привело К взрыву Вот этих Вот Трех Супервулканов И Марс Превратился В Марс На сегодняшний день То есть Там Ведь на Марсе Ведь еще В 19 веке Были Обнаружены Каналы Так известно Как известно Да А вот С 50 С 1956 Года Каналов Особо-то Не наблюдается Но их не стало Куда они делись Спрашивается И в то же время Именно в это время На Марсе Наблюдались Голубые вспышки Засеченные Многими Астрономами В том числе И там Японские Астрономы Засекали То есть Марсианская В принципе Цивилизация Которая там Была Это уже Доказано Абсолютно Только Ну Официальные Круги Не хотят Чтоб мы Об этом Знали И признали Что Существовала В действительности На Марсе Цивилизация И Нехилая Цивилизация Достаточно Развитая Вот И она Уничтожена Вот буквально В середине 20 века И нам То же самое Грозит Нам То же самое Нас подвели Под это Почему Еще тут Есть одна Причина Почему Допустим У нас сейчас Земля Получила Мощную Присвестию Про которую Нам не говорят Вернее Горят Что там 200-300 Километров Мы на связи Да-да Конечно На связи А в действительности Более 2000 километров Присвестия Земли И вот сейчас Вы видите Что с погодой Делается То холодно То вдруг Тепло А это Как раз Колебание Оси То есть Мы оказываемся То в районе Экватора То в районе Полюса Понятно Что у нас Будут Перепады Такие И Луна Если Вот Наблюдательная Видите Что она Иногда Нормально Как всегда Она была Да То есть Месяц Который Стоит Вертикально Да А он Как иногда Как люлька Становится С чего Это Вдруг А это Как раз Горит о том Что Предсесть Это Земли Далеко Не 200 Километров Вот Тем более Поскольку Я там По Необходимости Слежу Всегда За Значит Во сколько У нас Начинается Солнцестояние 21 июня Да Вот Вот Оно Тоже прыгает У нас Оказывается А это Опять О чем Говорит Это Говорит О том Что У нас Есть Прецессия Про Это Естественно Нигде Не Прочитаешь Нигде Тебе Ничего Про Это Не Расскажут Нужно Самому Наблюдать Саму Знать Самому Вычислять Что У нас Происходит На Земле Откуда Она Вообще Появилась А это Опять Тоже Связано С этими Микро Явлениями С микро Циркуляцией Вот Этими Солитончиками Которые Образуется В результате Молитв Дело В том Что У нас Сегодня Кто Как Молится Все Христиане Молятся На Восток Хотя Вот Всегда В православии Все молились На Север Вот А мусульмане Молятся На Мекку То есть Они Ориентируют Свою молитву К Мекке Где бы они Находились Они Вычисляют Угол Как Туда Направиться И Делают Значит Вы знаете Как мусульмане Молятся Они Складывают Ладони Образуя Прямой Угол Между ними И Читают Свою Молитву Вот Когда Сложенные Ладони Да То Возникает Тоже Солитон Из Слов То есть Звуковые Волны Они Тоже Могут Вращаться А раз Звуковая Волна Вращается Она Уже Не Затухает Она Уже Тоже Существует Много Много Времени И Эти Все Солитон Они Все Начинают Концентрироваться Вокруг Мекки Появляется Новый Эгрегор Который Закручивает Землю Дополнительно Дает Импульс Что Приводит Как раз К Прецессии Нашей Оси Потому что Сейчас Никто Правильно Не молится Да Ну Христиане Да ладно Они Много Не дают Потому что Они Не складывают Ладони И Триптихи И складни Которые Раньше Использовались До революции Их Сейчас Практически Не используют В старых Еще Там Семьях Их Можно Найти А в современных Они Не используют Поэтому Христиане Много Не дают Дает В основном Прирост Прецессии Мусульманские Страны Причем Ведь Мусульманская Религия Она Популярная Она В общем То Если Там Посмотреть Ее основы У разумного Человека Не возникнет Как бы Антагонизма К ней Да Вот Поэтому Вот Кстати Говоря Вот Это Закулиса И Творит Все Эти Безобразия Чтобы Мусульманство Скомпрометировать И натравить Его На Все Человечество Но Это Уже Другая Конечно Другой Аспект Другая Тема Вот Но Самое Главное Что Все Зависит В действительности От нас У нас Например В 19 веке Было Две Атмосферы Вы Об этом Тоже Нигде Не Прочитаете Но Если Вы Можете Достать Описание Опыта Речели Опыта Ковендиша Вот И Просто Там Ковендиш Вы помните Он Откачивал Две Сферы Складывающиеся Да А А потом Разорвали Конями В разные Стороны Которые Двигаем Ну В смысле Направлены Разные Стороны И вот Разрывали Эти две Сферы Не могли Разорвать Вот Это 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 Как раз Связано С тем Что Давление Упало И Упало Количество Кислорода В атмосфере То есть Уменьшилась Фитомасса Ну То есть Растительное Растение Количество Уменьшилось И Из-за этого У нас Появили Всевозможные Болезни Потому что Обмен веществ Понизился Сразу На Пониженном Обмене Веществ Начинается Развитие Всяких Патологий Патологических Болезней Так Получается Что В общем-то Мы Можем Все это Регулировать Если бы Мы Сохранили Заповедные Леса Или вырастили Снова Заповедные Леса А заповедные Леса Отличаются От современных Тем Что там Растут Фруктовые И ягодные Растения То есть В них Можно было Существовать И Переход Вот Всех Ну Которые Стали Хищниками На Платоядный Способ питания Связано Как раз С тем Что Исчезли Заповедные Леса Стали Выращивать Ель Стали Выращивать Сосну А ель Кстати говоря Дает Закисление Почвы После чего Кроме ели На этой почве Еще не вырастет Вот Фруктовые Понятно И лиственные Леса Уже На этой почве Расти не будут А у нас Везде Засажены Ель И причем В лесных Хозяйствах Зная Вот этот Феномен Да Собираются И решают Что нужно Садить И садят Опять Ель Таким образом У нас Загажена В принципе Почва Получается И Животные Которые Раньше Ели И фрукты И овощи Например Канадский Волк Он же Ест Фрукты И овощи Он Мясо И не очень Ест А у нас Все Псовые Или как Там Семейство Собачек Они Стали Постоядными Лисы Еноты Им всем Надо выживать А выжить можно Только Особенно Зимой Если съешь Какую-нибудь Печушку Там Или Мышку Там Поймаешь Вот Таким Вот образом И получается Что Изменение Климата Связано И С изменением Состава Фито Состава Ну то есть Фитомасса И с уменьшением Ее массы И Замоотношение Внутри Биосферы Внутри И человеческого Общества Она тоже Связана С этим Потому что Хищники И паразиты Они только Могут выжить В этих условиях Которые Платоядны Эти отношения Силу Явления Биологической Индукции Экстраполируются На человека То есть Переходят На человеческое Общество И у нас Появляются Вот это Все вот эти Безобразия Которые мы Сейчас имеем То есть Отношений В обществе Не стало Почитайте Чехова Ну вспомните Если кто не читал Или прочитайте Он же пишет Что как можно Унизиться До упрека Да А у нас Какие там упреки Там Трехэтажный И откуда Это все А это вот Идет от того Что у нас Биосфера Деградирует И деградирует Начинает Общество Это все Взаимосвязано У нас В свое время Когда было Древнеправославие И в принципе Древнеправославные Жрецы Следили И за биосферой Следили Чтобы Тут не появлялись Новые Паразитические И прочие Неприятные Виды Отслеживали Значит Делали условия Чтобы они Или ушли Или значит Были там Кем-то Подавлены Да То есть Все это Отслеживалось И не было Вот этих всех Безобразий Потому что Рай на земле Еще существовал В 16-17 веке Еще был рай А вот сейчас Уже Ну Посмотрите Голландских Вот Живописцев Какая красивая Природа Какие мощные Растения Даже Смотрим Фрески Египетские Да Каких только Мы там Овощей Фруктов Не видим Которые Мы никогда Не видели Потому что Это все Было у нас В биосфере Все это Было Земля Щедро делилась С нами Всеми этими Плодами Сейчас таких Не видно Возьмите Меню Наших царей Там Екатерины Второй Там Почитайте Название Которое Мы никогда Не слышали Фруктов И овощей Даже До революции Книжка Она уже После революции Вышла До революции У нас Было 200 видов Орехов 400 видов Овощей И 600 видов Фруктов Ну и где Эти сейчас Фрукты и овощи Ну Фруктов Мы можем Там насчитать Порядка 20 Может быть 30 видов С ягодами С ягодами Вместе Ну и все На наших глазах Исчезла Книженика На наших глазах Исчезают Вот эти деревья Которые были Разные Там Клубничное дерево Они Расли Все здесь Вот Черничное дерево Они сейчас Только вот В Китае Ну или В дендрариях Там Ну на наших территориях Тоже Еще остались У нас уже Всеместный Не растет А потому что Вводили налоги На эти деревья На грушу На яблоню На сливу На все Вводили В том числе И на черничные И на клубничные За годы Советской власти Все это Истребили Поэтому Вот В действительности Чтобы вот Это все Противостоять У нас Ведь смотрите Саяно-Шушенская ГЭС Она должна Уже давно Быть прорвана Она не прорывается Потому что Шаманы Ну я имею ввиду Нормальные шаманы Сейчас много Новодельных И самозванцев А это вот Которые Знают Еще Избежали Расстрела Были непрописными Да и сейчас В принципе Так и остаются Непрописными Вот Они Держат ее Своими молитвами Своими Обрядами И ритуалами А уже Сколько времени Прошло И мы Можем Держать Тот же Самый Йоллстон Чтобы вот Этих Вещений Не произошло Более того Если мы Сделаем Какие-то Частоты Которые Повсеместно Заполнят Землю Но Вызывающие Положительные Эмоции То Мы Можем Компенсировать Во всяком Случае Развитие Этого Йоллстонского Вулкана Не произойдет Супер Вулкана Извиняюсь Вот И в этом И в этом Собственно И смысл Я в свое Время Даже Пытался Там Обратиться К сильным Мирам Всего Чтобы они Там Могли Помочь Как-то В этом Плане Но Безуспешно Но Они В действительности Все же Временщики В основном Никто Серьезно Не думает О том Что Человечество Можно спасти И Можно В принципе Процветать Для этого Конечно Нужна Структура Та же Самая Структура Жрецов Например Знающих Жрецов Потому что Сегодняшняя Католическая Бутафория Она ничего Не может Те же Самые Молитвы Все Построено Так Чтобы Ничего Не было Или было Еще хуже В действительности А вот Достаточно Привести Такой Пример Когда Ну Помните Был этот Харбард Да Японцы Когда Напали На Американскую Базу Ну И Американцы Американское Военное Руководство Решило Отомстить И Послало К берегам Японии Эскадру Военную Вот И Жрецы Призвали Все население Выйти А вы Знаете У них Там Значит Ну Буддизм Как бы Но У них Еще есть То что На Суна Суна Центризм Это Но Она Больше К науке Имеет Отношение Действительности Так вот Они Призвали Выйти Всем В одно И то же Время И И Послать Выйти 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 Яллстоун Большинство Там Людей Вообще И не знает И не думает И В принципе Наплевает Но Если Те же Слушатели Славянского Радио Будут Организованы Я думаю Может Выстрелить Это Начинание И Все Можно Претратить Не обязательно Ждать Катастрофы Да я думаю Что надо Просто Наверное Людям Указать Тот Ресурс Куда Можно Зайти Где Координация Какая-то Будет Производиться Есть Такой Ресурс Хорошая Подсказка Нет Такого Ресурса Пока Нет То что Проще Людей Направить Уже На готовые Ресурсы И там Дать Объяснение Для чего И как Делать Какая-то Технология Какая-то Техника В какое Время И так Дальше А вот По поводу Японцев Да Тут удивительные Моменты Есть такие И легендами Обрастают Наши друзья Японские Например Всем известно Слово Камикадзе Так просто Небольшая Справка Но Мало Кто знает Как это Слово Переводится На русский Язык На русский Переводится Как Божественный Ветер Вот Когда Как раз Эскадра Направлялась До того Как вы Рассказывали Задолго Эскадра Направлялась К берегам Японии То в этом случае Опять же По каким-то Причинам Там не указывается По каким Но вдруг Вот этот Божественный Ветер Налетел Разметал Эту всю Эскадру И в общем-то На Японию Ни один Вражеский Солдат Не высадился То есть Как мы видим Уже Неоднократно Божественный Ветер То бишь Камикадзе Их Спасал А вот По чьей Это Было Инициативе Специально Умалчиваются Потому что Не хотят Рассказывать Что Для людей В действительности И вообще Для природы В действительности Является Молитва Потому что Молитва Она должна быть Сильной А сильная Она когда Коллективная В одно и то же Время В одном и то же Направлении Одна и та же По количеству Слов Там Ну Одна и та же Цель Одна и та же Молитва Читается Тогда эффект Так Хорошо Здесь вот Есть некоторые уточнения Ну С моей стороны Как бы Предупредить Наверное Вопросы От наших Радиослушателей Которые могут Возникнуть Здесь Когда вы говорили По поводу Того Что Человек Своими мыслями Загрязняет И возникает Ситуация Которая В дальнейшем Разрастается И происходят Какие-то катаклизмы На земле В частности Там Елстон И другие Похожие Аналогичные Вулканы Или что-то Еще А не может Либо быть Обратно Что К примеру По каким-то Причинам Возникает Ситуация На земле Надо на земле Что-то Изменить Внутри себя Или на себе Как-то Что-то Изменилось Вокруг земли В космосе В ближайшем Ближайшем А наоборот Что-то Что-то В земле Происходит 7 герц Выделяется И вот Люди Начинают Нервничать Агрессировать И так далее Но это В действительности Дело в том Что Об этом Писал Еще Вильям Купер Который Сообщил То есть Тоже Была Потрясающая Информация В свое Время Но она Как бы Не попала В печать Там В открытую Она Все Подпольно Распространялась Это Бывший Сотрудник ЦРУ Значит У нас Есть Оказывается Компьютер Который Находится В поверхностном Слое Земли Где-то Там 7-10 Где-то Метров Глубины Вот И этот Компьютер Он запускает Всевозможные Частоты В разное Время И вот Характеризуется Как раз Сеткой Хартмана Эта Сетка Хартмана Про Ну Как бы Результат Продукт Этого Компьютера Работа Этого Компьютера И мы Тоже Делали Такие Исследования Мы Специально Садили Человека В эту Точку Хартмана Вы Знаете Что Если Человек Садит Что У него Мысли Все Время Он Находится В этой Точке Он Начинает Там Болеть И все Прочее Вот Но У нас В течение Так Сказать Рабочего Дня Там И После Рабочего Дня Мы Там Сидели Ночью Мы Не Исследовали А Днем Разводили Исследование Так Вот Когда Человек Садишь В эту Точку Там Каждая Часть Меняется Его Состояние Утром У него Появляется Агрессия Необъяснимая Агрессия Он Не знает Почему Потом У него Появляется Сонливость Дальше Сексуальность Вот Я сейчас Просто Не помню Последовательность Какая Там Была Выявлена Потому Что Там Уже Больше 20 лет Эти Эксперименты Назад Проводились Но То Что Все Время Меняется Частотное Воздействие На Человека Именно В этих Точках Хартена Говорит О том Что Нас Все Время Пытаются Зомбировать На Те Или Иные Эмоции И Кто Не Знает Вот Этого Он Поддается Этим Эмоциям И Естественно Попадает В ситуации Не очень Хорошие Для себя Кто Знает Он Понятно Что Контролировать Пытается Процесс Уходит Из этого Места Где У него Эта Эмоция Родилась И Естественно Избегает Всех Этих Неприятных Ситуаций Это Один Момент То Что Вы Говорите Что Если Уже Накопилось Что То Оно Может Естественно На Влиять Индукцию Ее Никто Не Отменял Она Как В физике Так И Биологии Так И В химии Она Везде Ведь Известно Что Если Ну Это Еще Опыты Но Их Много Делали Этих Опытов Когда Допустим Две Культуры В разных Культиваторах Садят Ну Одна И Та Ж Культура Но В разных Культиваторах И В один Культиватор Заливает Вещество Которое Тоже Все Умирают Хотя Там Никто Никого Не Травил Вот Это Признак Проявления Вот Этой Биологической Индукции То же Самое В химии Если Допустим Процесс Не Идет Да Ну Там Допустим Водород И кислород Вот Соединяешь Они Не Реагируют Нужен Катализатор Нужна Платина А Ее Нет А В соседней Колбе Возьмите Положите Платину Потому Что Индукция То Есте Оно Все Действует Оно Все Работает И Мы Тоже Можем Использовать Ее Против Этих Всех Явлений То Мы Можем Копить Себе Другие Эмоции И Они Тоже Будут Индуцироваться На Окружающее Пространство Особенно Что Мы Будем Делать Солитоновые То Мы Специально Будем Их Закручивать То Это Надо Делать Тогда Излучение В прямой Угол То В квартире В той же Самой Встать В прямой Угол И Излучение Вот Это Сделать Если Мы Все Будем Хором Это Все Делать Это Будет Получать Мощные Противодействующие Явления Всем Этим Разрушительным Процессам У нас Сейчас Никто Этим Не Занимается А Нам Нужно Этим Заняться То То С В данном Случа Мы Можем Так себе Представить Что У человека Если В руках Находится Каучиковая Дубинка И он Сильно Каучиковой Дубинкой Двинет По стене То Есть Вероятность Того Что Она В лоб Обратно Прилетит И он Может Начать Разбираться А что Эта Дубинка Меня ударила Да Вот Здесь Есть Прямая Обратная Связь То есть Человек Накопил Негатив Потом Этот Негатив Впитался Землю Земля Начинает Как биокомпьютер Отвечать Человеку Тем же Самым Негативом Известно Что космос Усиливает Как позитив Так негатив И человек Получает Обратно Некий Вариант Ответа Который Естественно Не в словах Будет Не в эмоциях Земли А будет По другому То есть Другие слова Эмоции Которые Земля Может Из себя Выдвигать В сторону Всего живого На Земле Примерно Такой Да Вариант Да Хорошо Хорошо Так Ну Если есть желание Мы можем Перейти К вопросам Если Такого желания Пока нет Есть что Рассказать То можете Рассказать Дальше Ну В принципе По поводу Логариты Из Адреса Я сказал Да У нас Просто Когда Волна Придет Сюда В Европу Да У нас В Европе Там И Визуев И Гекла Это все И Катла Все Эти все Вулканы Которые тоже Могут взорваться И Эльбрус И Этна И Тейды То есть Их много Причем Ведь в Европе Есть И супер Вулканы Тоже Которые тоже Могут взорваться В силу того Что Опять же Вот эта вот Индукция Которая может Привести А у нас Ведь знаете Что уже Больше 30 Вулканов Супервулканов Обнаружены То есть Супервулкан Это когда Уже Не километр Квадратный Жерло Ну Кратер А Десятки Километров Это уже Супервулканы Идут И у нас Они все время Открываются И открываются Сколько Их там У нас На земле Точно Еще пока Неизвестная Цифра Тот же Вот самый Этот Донбасский Кряж Да Это Самый Мощный В действительности Супервулкан Который Тоже Может Рвануть Хотя Он Вроде Как Б Считается Он Не Проснулся В отличие От Элстона Который Там Периодически Трясется Но Тем не менее Вот Еще Если Говорить О какие Беды Могут Нас Ожидать Моменты Взрывов Вот этих Вулканов Ведь у нас Оказывается Скопилось Очень Много Бактериологического И Химического Оружия И Склады Они Хоть и Начали Уничтожать Их Инстенсивно Но Тем не менее Оно Все Рано Есть Если Будет Землетрясение А Они Не Рассчитаны На 12 Там Бальные Землетрясения А Количество Баллов Там Будет Зашкаливать Вы Представляете Если Волна Будет 5 Километров Ну Или Даже Километр Ну То есть Во-первых Никуда Не денешься От Нее Вот И Она Еще Не Один Раз Обойдет Землю Вот А Во-вторых Даже Если Ты Спрячешься В Пещеру Там Или Еще Куда То Да И Завалишь Там Вход Все Раздавит Все Пещеры Они Складутся Вот И Никак Не Спастись Я Не знаю Там Сильных Сильным Миром Это Конечно Бесполезно Все Это Говорить Потому Что Я Вообще Не знаю На Каких Знаниях Они Выращены Да Вот Им Это Все До Филин Они Вот Сейчас Живут А Потом После Них Хоть Потоп Считается Так Вот Если Эти Все Химические Вещества Попадут Опять В воду А Будет Кругом В вода Попадут Опять В атмосферу Опять Жить Никому Не Выжить Не Говоря О том Что У Нас Радиация Тут Еще Химические То В действительности У нас Ни в океанах Ни на земле Нигде Не останется Воды Жизни Ну и Самое Что Интересное Мы же Думаем Что Вот Атмосфера Да Вот У нас Одна Атмосфера Давление Да Здорово Она Притягивается Землей Так Вот Самое Интересное Что Гравитация Она Не может Ничего Притянуть Воздушного Она Может Притягивать Вот Предметы Там Какие-то Большие А Притяжение В Действительности Она Конечно Немножко Тянет Но В силу Того Что Мы же Соприкасаемся С открытым Космосом Где Давления Нету И Воздух Он будет Все время Уходить И В конце Концов Мы потеряем Вообще Как и Луна Свою Атмосферу Потому Что Держат Действительности Атмосферу Процессы Впитывания То есть Листья Когда Впитывают В себя Воздух То есть Они Берут Из воздуха И азот Они берут Из воздуха И Углекислый газ И кислород Они все берут Кислород Идет На Дыхание Углекислый газ На питание Но Азот Они тоже Используют Для Синтеза Всяких Питательных Ну Прежде всего Аминокислот Там И прочих Вещей Как только Вот этого Парциального Давления Не будет То есть Не будет Вот этого Всеобщего Процесса Притягивания Воздуха Воздуха А он Мощный Последний С Гравитацией Который Создает Вот эти Вот Хоть и Слабые Но Направление Создается Именно К земле Оно Медленное Но Оно Есть И поэтому Атмосфера Удерживается Именно Парциальным Давлением Листьев Растений А не Значит Гравитацией Исчезли Растения Исчезнет И атмосфера То есть Мы еще и без атмосферы Как Марса Ну На Марсе Хоть небольшая Но она есть Вот На Луне Тоже Хоть небольшая Но есть Ну Потому что И на Луне Открыли В принципе Растительность Но она Не такая Как на Земле Конечно Она Выглядит Как Во-первых Бледная Очень А вот большие Типа елок Там тоже Наблюдают И Вот эти Почему-то Данные То есть Это можно найти В интернете Все это есть Можно найти Но это Появляется И уходит Уничтожается Так что Такие Вот Такая вот Ситуация Страшилок Еще конечно Можно много Всего Напридумывать Швейцарский Министр обороны Он в общем-то Обращался Уже Ну и в этом году Обращался К населению Что В связи с тем Что вполне Возможна Война Чтоб население Имело Фонарики Чтоб имело Запас пищи Чтоб имело Значит Какой-то инструмент Минимальный То есть Весь набор Необходимых Вещей Которые Нужны Всегда Когда человек Остается Без пропитания Без жилья Без Воды Вот Все это было Озвучено То есть Они готовятся К войне И в принципе Они ее И пытались Развязать А сейчас В связи с тем Что пришел Трамп В общем-то Вероятность Войны Конечно Уменьшилась Со стороны Администрации Трампа Но нет Не уменьшилась Со стороны Тех Кого мы Кого В принципе Победили Потому что Они сейчас Чувствуют Свою Гибель Готовы Пойти На все Вплоть До Спровоцирования Той же Самой Ядерной Войны И эти Два Месяца Пока Там Анаугурация Не произойдет Она В общем-то Достаточно Опасна И если Мы даже Вот сейчас Постараемся Воздействовать На этот Процесс Чтобы У нас Происходило Все Правильно Все В духе Созведания Да Мы Можем В общем-то Опять же Повлиять И на Этот Процесс Чтобы У нас Войны Никакой Не случилось Владимир Владимирович Ну вот С одной стороны Да Здорово Интересно Вы Вначале Сказали Что От правителей Президентов Различных Премьер-министров Практически Ничего Не зависит Потому что Есть Другое Настоящее Правительство И в то же Время Уповаете Насколько я понял На то Что пришел Трамп И вот Замедлилась Эта всякая Неприятность Первый вопрос Почему Такая Уверенность Что С приходом Трампа Что-то Изменится Вот А во-вторых А что Трамп-то Может сам Сделать Как-то Первый вопрос Он верил Второй вопрос С первого Текает Дело в том Что Трамп Ведь он Провозгласил Ну вот Эту вот Свою политику Что И с Россией Он Считает Что не надо Ссориться Да И потом Надо понимать Что за кулиса Это не Только лишь Которая Противостоит Допустим России Да За кулисы Разношерстные Причем Она Многоуровневая То есть Там много Слоев И я где-то Насчитал Около Двадцати Слоев Это которые Я насчитал А их может И больше Быть То есть Это параллельно Во-первых Цивилизации Которых у нас На земле Больше Двадцати Находится Это и гоблины Которые живут Под землей Там и те же Самые эльфы Они тоже Оказывается Сохранились И те же Русалки Их цивилизация Тоже есть Тоже имеет Место быть Хотя ее пытаются Все время Вот другая За кулиссо Все время Уничтожать У нас же Вы знаете На земле В океанах Было взорвано Около Пятидесяти Ядерных Бомб За Взрыв Которых Не взяла На себя Ни одна Страна Ответственности А они Все Зафиксированы Со спутников Спутники же Следят за землей Кто это делает А это Как раз Разборки Между Параллельными Цивилизациями То что У нас На земле Тоже были Взрывы В России Мы считаем Что это Американцы Взорвали Но Это Не только Могут Американцы Это Параллельные Структуры Та же Самая Цивилизация Гоблинов Они же Тоже Достаточно На высоком Уровне Но по сравнению С нами Я имею в виду У них Царский режим До сих пор Сохранился У них Царица Анна У них Имена Такие же Как у нас Готские До сих пор Присутствуют Вот Песеглавцы Ну Песеглавцев Там их много Они В Москве Их тут Очень много Но они тоже Все под землей Тусуются Ну и живут Там Вот У нас же На 500 Где-то метров Уходят Вот эти все Коммуникации Якобы Да От старых Цивилизаций Оставшиеся То есть На 500 Метрах Мы можем В принципе Попасть Подмосковные Вот эти Катакомбы Здесь Наверное Надо Вадима Михайлов Звать Это главный Диггер В Сеяруси Как-то Много лет назад Мы с ним общались Он как раз В те времена Проводил эксперименты Что спускался В разломы Он не называл Это катакомбами В разломы Вот один спуск Такой был Примерно На такую глубину Когда троса Около 500 метров Не хватило Чтобы достать Донизу Ну естественно Что трос не по прямой Шел Там были какие-то Извилины Но В общем Завис он над чем-то Как рассказывают Над чем-то они зависли И луч фонаря Не смог уткнуться В противоположную стену А внизу Что-то плескалось Вот примерно Такие были От него сведения Это было лет Наверное уже Ой Ну больше 15 лет 20 назад Наверное Ну это так Просто Я знаю В Пермской области Такая же есть Структура Но она Просто большой колодец Где-то там Метров 5 Да Диаметр Колодец Выложенный Типа кирпича Вот И он туда Вводит Вниз В глубину Ну и вот Ребята Это Местечко Называется Яева Решили значит Проверить Что же там Внизу Тоже у них Там веревка Ну веревка Она небольшая Там где-то Метров 20 Может быть Было Ну вот Парень Отпустился Молодой парнишка Вот Ну а потом Он вдруг Сорвался Закричал И полетел Вниз А там Что кидаешь Падение Не слышно Бросил И все Как В бездонное Что-то Улетает А таких мест На земле Очень много Но это Космосу Космосу Что мы Неразумные Раз мы Воюем Промер Себя Жида То есть Люди Не должны С людьми По идее Воевать Я понимаю Там Вторжение Откуда-то Из космоса Произошло Защищать Свою землю С друг С другом То что Воевать Мы как бы На одной Земле Вот Тут Наоборот Стараться Все Чтобы Было Нормально Да Вот здесь Конечно Как слово Песеглавца Появилось Сразу Владимир Размитич Написал Да Подтверждаю Песеглавцев В Москве Много На лысой Резине Сейчас ездят Сам видел Ну Шутку-то Перевел А насколько Серьезна Эта информация Что они На самом деле Под Москвой Живут В этих Катакомбах И так далее Живут Вот Я когда встречался С ними Да У меня даже Фотографии были Но фотографии К сожалению Они Пропадают И Там осталась Фотография Половина Только лица Но я даже Не стал ее Помещать У себя В книжках Потому что Там же надо Фотошопом Специалист Сразу скажет Что Фотошопом Работали Вот Поэтому Я не стал А вообще Фотографии Были У них А как Они выглядят Чтобы Нашим Радиослушателям Стало Понятно Они Кстати Говоря Вот Где мы Были Они Там И присутствовали Их же Сняли Мы просто Не видели Что они Посяглавцы Они Выглядят Как обычные Нормальные Люди Вот У них Ну они Были Во фраках Там С бабочками Лицо Просто Все Лохматые Руки Все Лохматые А лицо Ну лицо Это сложно Назвать Лицом Потому что Вот Бульдожье Да Видели Бульдогов Знаете Вот Такая же Челюсть Вот И все Заросшее Все Заросшее А ладошки Они Нормальные Такие Но я Поскольку С ними И сам Встречался И кстати Говоря Значит У нас Значит Ребята Поймали Такого Есть Еще Дикие Песеглавцы Это Вот Те Которые Живут В Катакобах Да Они В принципе Они Здесь Все Определяют Римляне Это И есть Песеглавцы В Действительности А Москва Это Третий Рим Четвертому Как вы Знаете Не бывать Вот Так Вот Ребята Поймали Но Это Сверовская Область Была Его Посадили В Крепку Так Вот Клетка Здоровая В Эти Прути Он Их Разогнул Вот Но Вылезти Не смог Потому что Они Все Такие Это Ну Он Здоровый Он Где-то Два Метра И Грудная Клетка Такая Мощная Но Я Не знаю Сейчас Чем Там Кончилось Все Собирались Поехать Там С ним Поразговаривать А давно Это было Вот Года Три Назад А вот Вопрос Такой Тоже Предвижу А почему Их Обычные Люди Не Видят Что Если Они Все Время Прячутся Под землей Никогда Не Выходят На свет Нет Не Поэтому Это Отвод Глаз Это Есть Такой Специальный Обряд Когда Делают Его И После Этого Человек Становится Психически Невидимым То есть Он Реально Существует Но Его Не Видят Если Он Вплотную Подойдет Конечно Увидишь Вот Но Если Он На расстоянии От тебя Несколько Метров Его Не Видно Человек Как Человек Вот Ёлка Пишет Видела Таких Молдавия Еще В детстве Заметила Что Есть Люди Напоминающие Собак Да Таких Много Кстати Говоря У нас Вообще Каких Людей Нет Вот В интернете Сейчас Стали Появляться Эти Вещи А я Раньше Слышал От своих Знакомых Значит Они В Болгарии Живут Они Говорят Что У них Там Есть Село Там Люди У них Каленки Наоборот То Ну Как У Кузнецчика Вот Они Ходят Все нормально В таких Одеждах Как и мы Все То же Самое Ну Коленками Назад Но Где-то Об этом Можно Прочитать Нет Конечно Только Можно Услышать От очевидцев Те же Самые Черки Вот Сколько Написано Об этих Чертях Чего Только Это Все Мифы Легенды Считается А Когда Встречаешь Человека Который Реально Встречался С Чертями Да Вот Но Он Если Расскажут Посчитать Психом Ну Скажут Да Наверное Там Набрался Где-то Какой-то Трудной Воды И Повиделось Ему Всякое А вот Эти Песеглавцы Они Разделенные Как получается На свои Какие-то Кланы Есть Те Которые Довольно Цивилизованные Выглядят В бабочках Ходят Во фраках Да А есть Те Которые Как Маугли Дикие Да Дело В том Что Смотрите Хазарские Поселения Хазарские Поселения И все Знали Что Хазары Это Люди Ну То Что Назвать Минотавры То есть Минотавры Это Люди С Лошадиной Головой Потом Их Уничтожали У нас Смотрите Есть Специальные Отряды Спецназначения Вооруженные Огнеметами Которые Выжигают В принципе Все Вот На вооружение В обычной Армии Нет А вот Спецподразделения Есть И они Именно Борются С этими Поселениями Они Все Стали Непрописными То есть Они Все Попрятались Но У них Поселения Остались Те Же Самые Посеглавцы Кстати Говоря Вот Мар-2 Вся И Они Связаны Как раз С Хазарами Да Вот У них Там Они Живут Они Там Собственно Горее Правят Это Их Ободчина Потому Что Мар-2 Вообще Это Тоже В переводе На русский Тоже С лошади Связано Вот Удмурты Тоже Самое И у них Собственно Угорские Вот эти Языки Это Все Остатки Хазарского Когда-то Завоевания Хотя Сами И Удмурты И Мар-2 Они Никого Отношения К Хазарам Не имеют Но Поскольку Те Там Жили Они Себя Так Называют Венгры Тоже Самое Венгры Они Как раз Смешались С Этими С С Унграми Вот У нас Есть Такое Местечко Где-то Называется Пандоля Пещера Пандоля В этой Пещере Туда Никого Не пускают Там Американская Военная База Но Наши Ребята Ездили На На уровне Уже Было Их Принимали На уровне Премьера Министра Им Показали Эту Пандолю Вот Они Говорят Все Что Написано В мифах Там Все Присутствует Там И минотавры И люди Быки И Кентавры Все Забальзамированное Лежит Все Они Лежат Там И Песиглавцы И готы То есть Люди Коты И люди Слоны То есть Кого там Только нету Все Все Присутствует Вот Этой Пандоле Конечно Простого Человека Туда Не Пустят Такая Жесть Есть И В Египте В Гизе Вот Все Что Нам Показывают Там Да Это Как бы Для Всех А есть Куда Водят Только Избранных И Там То же Самое Там Даже Космонавт Похоронен Забальзамирован То есть В этом В Скафандре Во всем Там Есть В этом Ну Если Когда-то Откроют Это Покажут Ну Значит Мы Увидим Но Не Покажут Значит Мы Довольствоваться Рассказами Да А вот Как Вот Эти Все Цивилизации Гоблинов Песегласов Как Они Могут Влиять Помимо Человека На То Что Происходит С Землей И На Земле То есть Вот Могут Ли Они Каким То Образом Вызывать Или Наоборот Утихомиривать Возможные Катастрофы Возмущения Земли У нас Принцип Существует Чем Ниже Тем Выше То есть Если бы Опущены То есть Мораль Там Никакой Нрав Ну То есть Человек Короче Говоря Без Без Сыря В голове Как говорят Да Вот Тогда Вас Могут Поставить А Вот Эти Все Цивилизации Они Опущены Ну Я имею Параллельные И поэтому Понятно Что Они Поставлены Над нами Они Курируют Какие-то Области Москва Как раз Песеглазцы Курируют Они Вплоть Так сказать До Карпат Это Вся площадь Готская Они Там Сибири И В Сибири Там Эти Анты То есть Люди Обезьяны Которых Мы Воспринимаем Как Эти Йети А В Действительности Это Цивилизация Которая В общем-то Курирует У нас Сибирь Но Они Там Тоже Вплоть До Индии Потому Что Индия Эти Все Культуры Сохранила У них Там И Корова Священная И Обезьяна Священная И Люди Крысы Которые Были Они Кстати Тоже Описаны В мифологиях Везде Они Тоже Есть Вот В Египте Больше 20 Встречается Это Подтверждается Кстати Говорит Тем Что У этих Видов Рождается Как правило Люди Детишки Имеющие Человеческий Облик Вот У оленей Например Случай Уже Не один Случай Описан Когда Рождается Ребенок А Это Как бы Возврат Предкам У нас Есть Такое Представление В биологии Что Иногда Рождается Там С хвостом Ребенок Или Волос Волосяное Рождается Это Как бы Атавизмы Предков Но Это Неправильно В действительности Вернее Правильно Но Не совсем Потому что У нас Не у всех Люди Обезьяны Были Так сказать Варитист Ну в смысле Некоторых Вот у кого Отрицательный Резус У них Обезьян Не было У положительных У них Был Но В годы Советской власти У нас Людей С отрицательным Резус Резус Расстреливали Без суда И следствия Поэтому У нас Сейчас всего 20% Населения Российского У них Отрицательный Резус Фактор А остальные Все Сейчас Имеют Положительный Резус Фактор Хотя Он Меняется Он Может Сменяться На положительный То же Самое Группа А и Б Крови Это Факторы Готские То есть У нас Потому что Было Первое Крещение Ну Крещение У нас Было Пять В России Ну Руси Великоруссии Пять Крещений Описано В Питере Какие Печорские Лавры Да Вот Одно Из них Было Как раз Роднение С Готами А второй Владимир Это Роднение С Антами С Обезьянами Вот Византия Это Веси Антов Да Анты Это Хоть Играть Что Славянские Там Племена Это Обезьяне Вот И они В общем То Нам Дали Вот Этот Отрицательный Вернее Положительный Резус А в год Нам Дали А И Б А Это Европа А Б Это Азия Вот Но У них Не у всех У них Тоже Отрицательный Резус Там Тех же Эфиовов У них Отрицательный Резус И не А Не Б У них Нулевая Группа Крови То есть Вообще Чистая Кровь А вот В Японии Там Недавно Две Новых Крови Вида Нашли А в Америке Вообще Существует Институт Там 150 Видов Хранится Видов Крови То есть Это Музей Крови В этом Институте Есть Вот О нем Колесов Кстати говоря Сообщает Об этом Институте Об этой Коллекции То есть У нас Очень много Видов В действительности Повлиявших На эволюцию Человечества И которые Приходили Сюда На землю С завоеваниями Здесь Такое Уточнение Ёлка Пишет О чем Говорит Отрицательный Резус Крови Прослушала Еще Можно Уточнить Отрицательный Резус Фактор Это Говорит О том Что У вас Предках Не Присутствовали Обезьяны То есть Византийцев У вас Нет Потому Что Византия Это Как раз Цивилиз Обезьян Она Описана В Маха То есть Это И Хануман И Хулиган Это Все Цари Византийские Были И Она Существовала Вот Как раз На Территории Индии Турции Это Была Единая Территория Византии Но Она Исчезла Тоже Как и Все В принципе У нас Исчезает Сделает Свою Задачу Поставленную Перед ними За кулисой И Их Потом Убирают Хазар То же самое Ну Хазар Это Монголия Значит Вот Сибирь Хазары И Вот Европа Тоже Значит Хазары Потому Что У нас Смотрите Шевалье Это У нас Дворянин Шеваль Это Лошадь На Французском Музыке А Шеваль На Русском Музыке Это Наше Отношение К Этим Персонажам К Лошадиноподобным Да Ну да Есть Такое Дело Хорошо Но Вернемся К Катастрофам Итак Из первой части Мы выяснили Что Если Рванет Так Мало Никому Не покажется Это Будет Досвольно Большая Волна Которая Может быть Высотой Больше Километра И что Если Эта Волна Пройдется По материкам То Современные Дома Просто Обрушатся И В общем-то Выжить Там Скорее Сему Никому Не Получится Также Выяснили Что От наших Эмоций От наших Представлений От жизни От нашего Негатива Земле Становится Плохо И вот Как раз Такие Места Как Йеллстон И Похожие Супервулканы Они Просыпаются В ближайшее время Кстати Какое Ближайшее время Не было сказано Но Грозят Нам Неприятностями Вот Это Мы Выяснили С первой Части Такое Уточнение А когда Это Можно Ожидать Вернее Как Сказать Когда Это Может Быть Мы же Не Ожидаем Этого Когда Это Может Быть И Помимо Молитвы Или положительных Эмоций Как Этого Всего Избежать Потому Что Ясно Что Постановка Тема Как Выжить В глобальных Катастрофах Получается В общем-то Не совсем Правильная И совсем Неуместная Иначе Как Можно Выжить Там Где Выжить Невозможно Ну Понятно Потому Что Все Это Ну Как Мертвому Припаркере Оно Не поможет То есть Ну Проживете Там Месяц Сколько Насколько Вы Там Наберете Этих Продуктов Ну И все В принципе Даже Если Вот Оно Не сильное Будет Да Якобы В какой-то Степени Но Этих Процесс Расползания Эти радиации Расползания Эти химических Веществ Отравляющих Бактериологического Оружия Расползания У нас же Все равно Будет Все Отравлять Заражать И Шансов Нет Фактически Никаких Даже При Слабом Извержении У нас Шансов Нет Вообще Любая Ядерная Война Если Она Локальная Даже Будет Да Вот Ну Сейчас Биосфера Не такая Сильная И поэтому Пожары Будут Несильные В принципе Они могут Ну Для остального Мира Без Возмездно Без Последствий Пройти Но Это тоже Не надо Уповать Потому что Земля Вся Напряжена И вот Такое Человечество Земле Не нужно Земля Разумный Организм Действительности Вот И Она В общем-то Смотрит Что Зачем Здесь Есть Такое Человечество Которое Ее копает Что-то Там Делает Что-то Там Это Взрывает Вытаскивает Из нее Зачем Это все Конечно Она Долго Терпеть Этого Не будет И она В общем-то И не терпит Ну Ну Так А когда Все-таки Если мы Не изменимся Это может Произойти Значит По прогнозам Американских Ученых Срок Был Дан 12-16 Год Когда Она Должна Произойти Эта Катастрофа Но У нас Вот Сейчас Подходит Срок Конец Уже 16-го Года Но Во-первых Сюда же Вприглись Практически Все шаманы Южной И Северной Америки Да Все Кто Знает Все же Это И Все Группы Которые Понимают Это Тоже Вприглись В это Дело То есть Я думаю Что они Могут Чуть Отсрочить А вообще Правительство Америки Несколько раз Когда Там Экстрасенсы Предсказывали И назначали Дату Все Правительство Уезжало И бросало Весь народ И самое главное Армию После чего Армия Вот В феврале Было Последний Такой Случай Когда Все Уехали Армия Обиделась И там В общем-то Ну не переворот Но что-то Близко К этому Армия Отвернулась От правительства То есть Все руководство Армии Оно Не на стороне Обамы И что Кстати говоря Ну Как бы В какой-то степени Нам На пользу Да То есть Позволяет Надеяться Что Армия Не пойдет На то Чтобы Сейчас Провоцировать Америки Но это Тоже Не факт Потому что Обиделась Только Руководство Руководство Армии А ведь Там На местах Они могут Быть членами Этого Клуба Череп и Кости Которые Которые В общем-то Является Возникает Возникает Всегда Остаточные Кто знает Что-то Что-то Умеет Вот они Создают Карланды Которые Потом В какой-то степени Могут Оказывать Воздействие На общество Или на страну Где они Там Живут Наша Охранка После Революции Осела В Европе И там В принципе Сейчас Контролирует Ну уже Не сама Она Их Потомки Достаточно Большие Ресурсы Денежные И Якудзе Они там Тоже Айми В принципе Начали Организовывать В Китае Это Манзуры Организовали Триады Манзуры Они В принципе Белое население Китая Вот И Так Во всех странах Та же самая Коза Ностра Она тоже имеет Такое же происхождение Когда там Ну Гарибади Помните Все эти вещи В общем Жизнь идет Хорошо А у меня такой вопрос Может быть Просто пришло Время Для того Чтобы на земле Сменилась партия Туристов Ну засиделись мы здесь И другую партию Надо сюда засылать Ну вот Если Рванет То конечно Тут Но Это Отодвинется На многие Миллиарды лет Пока это все Очистится Пока это все Придет в норму Потом опять Это будет Ну нефть подготовится Зато Все нормально Хорошо Другим будет Чем топить Свои паровозы Машины На чем Двигать Так Хорошо Еще такой Вопрос Может быть Вот эти Вот супервулканы Слишком как-то Страшно звучат Но может быть Это какая-то Все-таки Пугалка Может быть Это не вулкан Вовсе А так Просто кора Несколько Ну Истончилась Там Расплавилась Чуть-чуть Не рванет оно А просто вылезет Наружу Как-то так Ну как Прыщики Бывают Вылезают Да и ладно И все этим обойдется Почему именно рвануть Ты должны Ну там же давление Вот когда Прорывается Что-то Давление же Устремляется Кверху Все Да я понимаю Но есть же так называемые Плеваки Или блеваки Которые живут Вот такие Вулканчики Небольшие Они многие уже Сотни лет Существуют Ну булькает там Чего-то И ничего Нормально Не взрывается Выходит Потихонечку Это все Тепленькое И нормально Ну вот Вот эти Тоже Крокота Взорвался Да Там Все равно 15 Км Выброс А здесь Давление Это совсем Уже Другое Понятно Ну вот Возьмите Вулканы На Юпитере Когда взрывается Там Вулканы Извергаются 300 км Извержения Ну там Мощные Вулканы Понятно Там тоже Они типа Уже Супер Вулканы Наши Вулканы Побольше Естественно Это будет Не 300 км Это будет Значительно Больше Струя Которая Способна Изменить Орбиту Земли И масса Которая Способна Изменить Орбиту Земли Поэтому Естественно Что Ну я не думаю Что мы Улетим И в Солнечную Систему Притяжение Такой Такой Такой-то Наверное Взрыв Такой-то Взрыв Он Не способен На Вторую Космическую Скорость Вот Но тем Не менее Изменить Орбиту Земли Даже Если Ну все Как бы Ничего У нас Атомные Станции Не взорвутся Химические Вещества Не растворятся Все будет Нормально Но мы Все равно Петнем На новую Орбиту Это значит Смена Всей Биосферы То есть Биосфера Должна Адаптироваться Часть Ее Погибнет Естественно Вот Животные Будут Тоже Гибнуть И Когда Животные Допустим В океане Если они Все Сразу Погибнут Да Почему-то Начинает Разрушение Как Черное Море Там Оно Погибло Да Оно До сих пор Не может Оклематься Там H2S Где-то 70 метров Всего лишь Пленка Воды Где Жизнь А дальше Туда В Черное Море Если погружаться Там Сплошной H2S Это Ядовитый Это и Кислота И это И газ Который В принципе Травит Все Ну вот Кто Не знает H2S Это Вот Запах Толстых Яиц Образуется Как раз Этот Газ А он Одновременно И Сероводород Он называется Да Еще Сероводород Он Еще Кислота С водой Дает Так Ну что Перейдем Плавненько К вопросам Уже От наших Радиослушателей Или Еще Что-то Рассказать Хотите Да В принципе Спрашивайте Хорошо Ну Если Там Вдруг Появится Какая-то Подтему То Всегда Ее Можем Расскрыть Итак Вопрос Эфир От Владимира Изматищ Практически Любому Человеку Понятно Чтобы Выжить Нужно Навыки Выживания При Катастрофах Находиться В кругу Единомышленников Обмениваться С ними Информацией И иметь Материально-техническую Базу Владимир Алексеевич А как Выжить Ситуации Когда Катастрофа Растянута Во времени И практически Незаметна В масштабах Поколения Как быть Когда нет Явно Выраженного Источника Катастрофических Событий Например Образование Религия Миграция Народов Смена Власти Техногенные Факторы Финансовая Система Наркомания Алкоголизм Ведь Фактически Выше Перечисленные Факторы Убивают На многие Порядки Больше Соотечественников Чем Голливудские Трейды Типа Глобальных Потеплений Падения Комет Вулканов Йеллостонов И В основной Восстании Роботов Что скажете Ну Дело в том Что Программа За кулисы Это как раз И уничтожение Населения И они Собственно Этим и занимались Этот Пресловутый Золотой Миллиард Реализация Которого Все время Происходило И плюс Еще Сейчас Придумали Уже Не миллиарда Полмиллиарда Ну и Там Я думаю Еще Могут Меньше В конце Концов Сказать Вот Понятно Что Они И наркотиками И Всякими Фирмами Развратными Разрушающими Моральная Достанность И наши Устория Вековые Да Все это Убивает Людей Помимо Этого У нас Тоже Была И кастовая Система Все Разрушили Да Ввели Табель О рангах Сначала Но это В годы Царского Режима Вот А ведь В тех же Ведах Сказано Что Общество Которое Не соблюдает Кастовость Да Оно Обречено Вопрос Лишь Времени И это Вот Как раз Ну Как бы В ясе Присыпают Слова Потому Что он Веда Как бы Восстанавливает Ну В принципе Это Старая Мудрость То есть Мы Вот эти Особенности Должны Тоже Учитывать А их Не учитывают И поэтому Становятся Возможны Все Абсолютно Провокации Вот сейчас Старик Делать Поголовные Призывки Которые В принципе Девочек Лишают Возможности Стать Матерью Мальчиков Возможности Стать Отцами То есть Уже Сразу Идет Стерилизация С детского Возраста Уже Это Все Доказано Все Это Уже В интернете Море Материала Про это Ну У нас Разве Что-то Могут Сказать Подобное По нашему Центральному Телевидению Нет Конечно Вот Все это Естественно Работает И Только Просвещение Причем Просвещение Подпольное Потому что Официально Мы не можем Нигде Выступить И сказать О том Что Вот смотрите Что делают Мерзавцы Вот Распыление Вот этих Химических Всяких Веществ Которые Вызывают Там Агрессии И прочие Вещи Самолетов Которые Как бы Непонятно Откуда Они летят И что Они распыляют Химтрелла Химтрелла Имеется Ввиду Да И даже Те же самые Летательные аппараты Которые Не как Самолеты Обычно Летающие Тарелки С них же Тоже Падает Вещество Которое Называют Волосы Ангела Хотя Но если Вы видели Это вещество Оно Во-первых Быстро Испаряется Сгусток Такой Прозрачный Да Как Студень И там Белые Такие Прожилки Вот Вонючие Причем Но запах Не H2S А там Какой-то Сложный Неприятный Запах Вот А вот С него У человека Агрессия Тоже Начинается То есть Он Непонятно Почему Начинает Агрессировать А их Обычно Когда Вот Какие-то Скопления Народа Да Там На Стадионах Там Футбольные Матчи Зависает И вот С него Якобы Выпадает Нечайно Такое Вещество Которое Быстро Испаряется Вот Ну мы Делали Химический Анализ Этого Вещества В свое Время Значит Там Был Бор Еще Там Какие-то И много Добавок Основная Как раз Вот Соединение Бора Было Было Ну А ведь Какое Вещество Что у нас Вызывает В принципе Такие Исследования Велись Но они Сейчас Засекречены Все Вот Потому что Они Видимо Взяты На вооружение Это и за кулисой Или Нам нельзя Это знать Потому что Мы будем знать Как на нас Влияют И что Делают Помимо Вот этого Компьютера Который Старинный Сетку Харпана Которая Рождает Еще Вот Такие Способы У нас Убивают То есть Можно Конечно Перечислять И Образование Дебилизация Образования Смотрите Еще В 19 Веке Обучение Происходило Там Всех Собирали Детишек Вместе И Старшеклассников Ну Как Старшеклассников И Больших И Малых То есть И Совсем Маленькие Дети Были И Совсем Большие Школы Это Описанное У нас У Льва Толстого И Не Только У Льва Толстого Такие Были Школы А Что Они Там Изучали А Оказывается Они Изучали Не Химию Алгебру И Прочую Ненужную Для Жизни Вещь Они Изучали Методы И И И Использовали Эти Методы Вспоминания В своей Прошлой Жизни И Вспоминания Всех Навыков Которые Они Были Обучены В прошлой Жизни И Поэтому Класс Он Переход В класс Был В этом Же Так Сказать В этой Же Группе Присваивался Ученику Тогда Когда Он Вспоминал Очередную Свою Прошлую Жизнь И Класс Там Переводится Коло Ас Коло Это Жизнь На том И на этом Свете Это Коло А Ас Это Надо Вспомнить Себя До того Самого Момента Когда Мы были Асами Ас Это Те Которые В принципе Ну Уровень Имеют Очень Высокий Уровень Богов Это Сказать Это Ничего Не Сказать Выше Чем Богов Уровень Потому Что Боги Это Уровень Богатырей Бог Богатырь Вообще Старорусское Слово Бог Бог Богит И Поэтому Богитарь Правильно Это Произносится Арь Это Суфикс Объединяющий Там Словарь Много Слов Букварь Много Бог Богитарь Это Много Богов В Человек То есть Человек Овладел Функцией Многих Богов Вот Ас Это Еще Более Высокий Уровень И Вот Когда Человек Вспоминал Вот Эти Все Уровни Он В принципе Становился Знающим И Всеумеющим Ему Не надо Было Снова Учиться В школах Там В институтах Он Так Все Знал Все Умел То Что Он Прошел Школу Это Все Разрушили Вели Всякие Предметы Причем У нас Смотрите Геометрия Она Была Запрещена До Конца 19 Века 19 Веке Только Ее Разрешили Вот Алгебра Появилась Да Ее Тоже Не Было Алгебра Вернее Алгерба Не Алгебра А Алгерба То Это Служение И Вот Гербы Всякие Да Использовались Потому что Символ Еще Есть Такое Выражение Не Только Говорят Что Миром Про Числа Их Отношения Но Говорят Еще Так Что Символы И Их Отображение Правят Миром То Есть Не Только Числа Числа Тоже Они Символьно Представлены И Знамения Там Туда Это Тоже Все К Символам Относятся Вот Это Все Нам Внедряли А Теперь Уже Стали Всякие ЕГЭ Там Придумывать Еще Что-то Ввели Оценочную Например Систему У нас Уже Была Отметочная Система Отметочная Система Отмечается Оценочной Тем Что Когда Ученик Что-то Решал Достигал Все Отмечали Его Успех Радовались Потому что Когда человек Порадуется За другого Его Успех Того Человека За кого Радовали Становится И его Успехом И таким Образом Через радость За другого Человек Постигает То Чего У него Не было Тот же Самый Алгоритм Как Человек Пришел К этому Он Обретает Творческие Творческие Возможности Творческие Навыки А оценка Это Оценочная У нас Система Была Но Она Касалась В основном Испытаний Вот Экзамены Испытания Это тоже Разные Понятия Испытания Когда Человеку Но это В общем-то Как правило У жрецов Испытания Были Связанные При Посвящении Вархманы Там В жрецы Там Обязательно Было Сопряжено Со Смертью То есть Если человек Не проходил Испытания Он мог Умереть И в принципе Такие случаи И происходили Нередко Но это Считалось Само собой Разумеюще Но сейчас Уже Тоже Там В том же Шаолине Испытание Знаете Такое Дурацкое Когда там Выходят Драться На Между Собой Там На Каких-то Маленьких Мечах Да Бревно Перекинуто Через Овраг В котором Острые Камни Кто-то Должен Погибнуть Но это Неправильное Испытание У нас Проще Были Испытания То есть Там Ты не За счет Кого-то Выживал А За счет Своих Возможностей Например Там Пройти Ну Сейчас Как бы Крокодилов У нас Не стало Хотя Они Нарисованы На Старых Церквях В том же Владимире Например Да Везде В Юре В Польском Тоже Там Такая же Вещь Коркодилы Называли Только Вот Пройти Например По Тропинке Которая Кишит Змеями Вот Чтобы Тебя Не укусили А если Укусили То Там Вот Значит Противоядие За задачу То Он Оказался Заживо Замурован Добрые Испытания Такие Добрые Да То Змея Тебя Покусает То Крокодил Тебя Скушает То Замурует А так Вообще Все По Доброму Вообще Да Ну Они Проще Согласитесь Это Не борьба На Бревне Над пропастью Где Кто-то Все равно Должен Умереть Ну Да Здесь Все Проще Хорошо А вот По поводу Химтрейлов Если возвращаться Ну Там же Распылять Могут Что угодно Вообще Что угодно Да И это Не подчиняется Властям Какой-то Страны Просто Самолет Летит Открывается Лючок И через него Жидкость Выплескивается И Порой Даже Сами Без их ведома Тем более Отдельные Приборы Вот Ну В них Может находиться Что угодно Начиная от вирусов Вдруг мы Замечаем Что болезни Стали появляться Как-то так Непонятно Вроде люди Не контактируют А появляются Какие-то Может быть Жучки-паучки Интересные Появляются Которые Никогда В этой местности Не жили Вот Но в то же время Могут быть Какие-то Вещества Распыляться Которые Вызывают Агрессию Может быть Как раз Вещества Распыляемые Которые Вводят Человека В непонятное Состояние Отсюда Из непонятного Состояния Происходит Агрессия Потому что Мозг не может Справиться С элементарными Какими-то Задачами А когда он Не может Справиться То в этом Случай Агрессия И рождается Такие эксперименты Ученых Уже проводились В этом случае Просто при помощи Этого распыления Вызываются Агрессивные Состояния И вот Земля наша Наполняется Всякой Бякой А потом Мы тут Начинаем Эфир устраивать Про Какие-то там Ближайшие Возможные Глобальные Катаклизмы Ведь Не обязательно Что человек Сам хочет Агрессировать Может быть К этому Ему подводят То есть Вот как В первом вопросе Была Алкоголь Доступен Наркота Доступна Любая Табак Пожалуйста Химтрейл Тут те летают По телеку Показывают Как кому правильно Голову отрубить Как там свернуть И так далее Как правильно Пособачиться С ближним Человеком Ну и так далее Ведь Пресса И все остальное Они взаимосвязаны Это же все Как-то Свинья Одной цепи Может быть Как-то В этом направлении Нам подумать А не сделают ли так Чтобы Руководители стран Задумались О химтрейлах Задумались О том А какая польза Вот Табака Алкоголя Наркоты И вот этих Телевизионных Всяких Программ Тогда может быть Что-то проще Исправиться Дело в том Что смотрите Ведь у нас Все делается В действительности Как бы На государственном Уровне Ну например Те же самые Сигареты Которые У нас Производили В Советском Союзе Они же ведь Бумагу В которой Обертался Табак Получали С запада Мы свою бумагу Не делали А она была Специально Пропитана Героином Там Еще какой-нибудь Дрянью Да Наркотиком Что Не позволяет Людям Потом бросить Курить Спокойно Потому что Тут привязка Не к табаку А привязка Именно к этому Наркотику Вот Это же все На уровне Государственном Как бы Но сами Государственные Служащие Не знают О том Что это все Делается Понятно Что это все За кулисами Но она В общем-то Здесь Ничего не подкопается То же самое Алкоголь Например Ведь нам Никто не рассказывает Что спирт Растворяет Жиры А у нас Все клетки Они покрыты Жировой оболочкой И когда Попадает Алкоголь В кровь У нас происходит Растворение Вот этих Оболочек И клетка Вынуждена Ну то есть Она погибает Потому что Из нее содержимое Выливается Все Мы просто Нам ведь Опять же Не рассказывают Что Практически Все наши органы Печень Они пористые Потому что Клетки Погибли И они не могут Восстановиться Почки Селезенка Мозг Все Вот особенно Те кто Постоянно пьет Да По праздникам Там Вот у них Вот такая Пористая структура Ну где мы Об этом слышим Возьмите Ну вот кто Мясо Мясо И может И бросить Пить Там Он уже Не бросит И он уже Не выкарабкается Из этого состояния Если он уже Допился До чертика Потому что Разрушается Личность Ну раз Мозг у нас Разрушается Клетки Вымирают Вот Оболочки У них Растворяются Алкоголем Вот Все Деменция Обеспеченная А у нас Вот французская Например Нация Она вся пьет От президента Там до детей Вот У нас тоже Это достаточно Широко Распространено И причем Нам навязывают Такое понятие Что Русские Всегда пели Русская традиция Это все Вранье Это Первый Нам сюда Это внедрил То есть Он выкатывал Бочки Специально Бесплатно Можно было Пить Табак Завез Можно было Курить Все сначала Бесплатно А потом Плати Ну и как С этим быть Если правительство Об этом не думает Потому что Многие в правительстве Я же не знаю Не уверен Что там все такие Прямо уж негодяи Которые только мечтают Нас извести Все-таки Наверное Там есть И вполне Приличные люди Так вот Они-то все-таки Как-то что Не знают об этом Не догадываются Они как раз На вторых ролях Оказываются Как правило Да Они Вот у нас Смотрите Почему такая Штука происходит Почему Приличные люди Которые люди Которые должны Нами управлять Они оказываются Выдавлены И из правительства И из местных органов управления Отовсюду Потому что А в то же время Смотрите Япония Какая процветающая страна Все оказывается Связано с праздниками Вот То есть Это получается Гироскоп Временной И вот Когда вводят Вот эти прыгающие праздники У нас получается Гироскоп То разгоняется То тормозится Гироскоп Его можно представить Так же Как Сепаратор Но Сепаратор Это для сбивания Для получения Легкой фракции В центре Да А тяжелой фракции По краям Вот Принцип Сепаратора Используется Для получения Сметаны Сметана легкая А вот тяжелая фракция Она вся По краям Оказывается Так вот Сепаратор Когда его раскрутишь Да Там сметана В центре Концентрируется Но если ты его затормозишь Легкие частицы летят Как Периферия А периферия Вся устремляется К центру И у нас Когда ввели Тормозящие Вот эти Праздники Да Скачущие У нас начался Этот временной Гироскоп Тормозится И из-за этого У нас Все кто должен Нами управлять Оказались На периферии А все кто Которым в пору Сидеть в тюрьме Они казались Оказались У Руля управления А теперь Возьмите Японию В Японии Праздники Поскольку там Санитизм Все таки Да Значит Первый месяц Первый день Второй месяц Второй день Третий месяц Третий день И так Все 12 дней Они уже Не знают Откуда Эта традиция Идет Но они Празднуют Вот таким Вот способом А это Приводит Наоборот К раскручиванию Гироскопа И поэтому Япония Несмотря на то Что у них Внутренние отношения Моральные Оставляют Желать лучшего Тем не менее Страна Процветающая Экономически Стабильная И в отличие От всех Других Стран Да Она Богатая Одна из Богатейших Стран И там Нету Ну есть Конечно Но не в таком Количестве Этих Бомжей И прочих Значит Вот этих Явлений Которые Присущи Капиталистским Обществам Всего лишь Навсего Правильно Организованные Праздники А откуда Это все Пошло Когда у нас Было Жречество Тогда так Оно и было В принципе В древней Православии Так оно и Происходило Но у них Остатки Вот эта Айновская Система Айны В принципе Это тоже Остатки Некогда Существовавшей Империи Да Вернее Державы Великорусской Вот И все эти Знания Они в общем-то Переняли Не понимая Что и К чему Это ведет Вот Поэтому В общем-то Возвращаясь Вот к нашей Древней культуре Тем же самым Праздницам Там Праздником Вот Мы можем Наладить У себя В обществе Тоже Процветание Ну так все-таки Вопрос такой Если Нас Постоянно Сдабривают Этими Отравляющими Веществами Которые Заставляют Нас Неадекватно Реагировать На жизнь Быть раздраженными Сеять негатив Вызывать Негатив У других Самим Из себя Его Выплескивать То как Тогда Как в фильме Прочипаю Говорилось Куда Бедному Крестьяне Нападаться Как нам Быть-то Ну нам Бежать Это ведь Некуда У нас Земля Одна На Луну Мы не улетим Даже И улетим Там Делать Нечего На другую Планету Нас Тоже Не возьмут Хотя У нас На земле Базы Ну и Станции Перейдем Ну как бы Станции С которых Можно Хоть куда Улететь Присутствуют На земле Вот Одна Из таких Станций На озере Лама Недалеко От озера Лама Выходится Да в Сибири Вот Потому что Еще есть Озеро Лама Здесь Недалеко От Носковской области Так вот У нас Получается Что Мы должны Все равно Сами решать Эти вопросы Нам ведь Никто не поможет И никто Нас не спасет Вот Все надеются На какое-то Пришествие Какой-то Дядя Какой-то Царь Придет Да ничего Не будет Объявляют Нам всевозможные Прогнозы Что будет Так Россия Начнет Возрождаться Да вот Ничего не будет Объявленный Прогноз Делается Специально Чтоб Этого Не было И нам Пророчат Вот это Красивое Великое Будущее Именно Для того Чтобы Этого Ничего Не было Вы и сами Должны Знать Что Если Что-то Вы Задумали Сказали Никогда Не получится А если Вы Про себя Это думаете Делаете И в конце Концов Все Получается Возьмем Вангу Сколько У нее Прогнозов Сбылось Ну Говорят Что 80% Вот Когда Они Непонятны Тогда Они Сбывались Когда Она Говорит Что Когда Мертвые Там И живые Вместе Станут Да Никто Не понимал Как Мертвые Могут Стать Вот У нас Была Демонстрация Ну Парад Побед Не победы Парад Просто 9 мая Когда Они Сли Портреты Умерших И С ними Шли Умершие Бессмертный Полк Да Бессмертный Полк И В действительности Получилось Что Стали Это Произошло Потому Что Никто Не понимал Что Это Означает Вот А Когда Сказали Что Там Будет Ядерная Война Она Много Раз Говорила Про Ядерную Войну И Она Не Произошла Потому Что Она Объявлена Но Это Хорошо Что Она Не Произошла И Это Хорошо Что Нам Всякие Пророки Там Говорят Что Будет Война И Все Прочее Это Все Озвучивается В Эфире Народ Начинает Сопротивляться Этому Он Не Хочет Чтобы Была Война И Понятно Что Она И Не Произойдет Если Человек Да И Про Востон Надо Говорить И Про Воины Надо Говорить И Вообще Про Все Надо Говорить Все Озвучивайте Когда Мы Не Хотим И Оно Не Произойдет Ну Так Все Так Какой Рецепт Просто Озвучивайте Все Или Каким То Образом Самим Что То Делать Вот Мне Этот Вопрос Давно Интересует Как Нам быть Вот У У У Создалось Радио Вам Надо Как Можно Больше Расширять Свой Диапазон Воздействия На Людей Для Того Чтобы Народ Просвещать Ведь Много Людей Которым Есть Что Сказать Которым Есть Что Предложить Чтобы Все Это Упреждать Упредить И Только Через Просвещение Нам На Официальную Власть На Официальную Науку Надеяться Нечего Потому Что Там Все Делают Для Того Чтобы Ничего Не Было Наука Работает На Это На Это Закулисье Государство Работает На Это Закулисье Все СМИ Работают У Вас Независимые СМИ Вы Можете Говорить То Что Вы Считаете Нужным Нужно Говорить И Если Будет Огромное Число Ваших Слушателей И Ваших Последователей То Я думаю Мы Сможем Упредить Все Абсолютно Катастрофы Нам Спрогнозированные И Все Абсолютно Войны Которые Многие Только И ждут Чтобы Скрыть Свои Финансовые Преступления Скрыть Свои Вообще Преступления Против Людей Которые Совершаются Пропаганда Просвещение Я больше Других Способов Не вижу Но Кто-то Может быть Из Ваших Слушателей Подаст Заявку И Выступит Со Своими Предложениями Более Эффективными И Результативными Я думаю Что Наши Радиослушатели Конечно В первую Очередь Должны Думать О том Что Надо Готовиться К Выступлению И Каким-то Образом Практиковать Это Потому что Если человек Все время Только набирает Сумо-разума Это здорово Отлично Но Иногда Необходимо Делиться Своими Наработками А если Человек Ни перед Кем Не выступает У него Практического Навыка Лектора Нет То в этом Случае Он не Сможет Поделиться Поэтому Я нисколько Не сомневаюсь Что У нас Многие Радиослушатели Уже В скором Времени Будут Проситься В эфир Для того Чтобы Высказать Какие-то Свои Мнения Или Будут Делать Свои Личные Передачи Это Как-то Для меня Уже Не новость Потому что Появляются Люди Которые Говорят Давайте Мы Поучаствуем В радио Что-то Сделаем Это Хорошо И Замечательно Но В данном Случа Я думаю Что Само Радио Оно Поскольку Народное Никем Не финансируется Кроме Как Самих Людей В этом Случа Наверное Может Распространяться В том Случа Если Люди Сами Будут Другим Людям Рассказывать О том Что Появилось Такое Радио Есть Такие Интересные Эфиры Есть Такие Записи Есть Такие Передачи Есть Такая Музыка Где Мы Стараемся Там Не было Какой-то Иностранщины Мусорных Слов Мелодия Чтобы Была Красивая И так Далее Вот Если Сами Радиослушатели Будут Поддерживать Радио Еще И в этом Направлении То есть Рассказывать Друзьям Знакомым Встречным Людям То В этом Случа Тогда Она На самом Деле Будет Становиться Не просто Народным А широко Народным То есть Распространяться Во все Направления Так что Радиослушатели От вас Очень много Зависит Во всех Смыслах Этого Слова От вас Грубо говоря Зависит Ваше Будущее Будущее Ваших Детей Ну Как-то Так Да Это Точно Так Ну Что ж Переходим Дальше Вопросы От Вадимир Изматич Пока Вас Слушал Сформулировал Мысль Потеря Смысла Цели Жизни Практически Каждым Членам Общества По Дающему Эффекту Подобно Удару Крупного Астероида Человек Без цели Это разве Человек Как вы Считаете Это так Так Несомненно Дело В том Что У нас Ведь Понимаете Вот сейчас Исчезли Предметы Из Школьной Программы Которые Были до Революции Ну там Была Логика Например Этикет Там был То есть Ну Домоводство Не знаю Сейчас оно Осталось Или нет А в какой-то Степени У нас Я помню Были Труды Где нас Учили Делать Табурет Прочитаем Вещи А девочек Учили Варить Там Шить Вышивать Вязать Ну то есть Вот такими Нужными Профессиями Знаниями Умениями Обучали Чтобы они Потом В семью Это могли Принести И Правильное Поведение Да Вот в семье Какое должно быть Вот этика Ушла Да Как Ну а как Вот вести Друг Друг С другом Люди же Не знают Традиции Ушли Да Вот мы В прошлый раз Рассказывали Традиции Милования Она же Очень важная А в итоге Происошло То что Люди Вообще Живут Хотел Параллельных Структур Подзем Подзем Подземные Поездами Можно Попасть Вообще В любую Точку На земле То есть Все свое Здесь В Москве Есть гостиницы Такого человека Нельзя взять Потому что Он Тут же находиться Находится Да В той же Москве Вот Но Туда Ну там Ходят люди Ну никто Ведь не думает Что это Тауретий Вот А вот Это Другая Страна Те же Самые Поселения Вампиров Ну кто Про это Знает Ну про это Знают Отдельные Личности Но то Что Вампиры Служат Вот этой Закулисьей Кто Об этом Знает Оказывается Вот Опять же Ребята Которые Участвовали В Югославских Событиях Рассказывали Такие вещи Ну вот Они Освободили Деревню Ушли Да Дальше Что Да Возвращается Деревня Сожжена Людей Никого Нету Ни вещей Ни людей Ни скота Ничего Нету Что Произошло Никого Здесь За ними Не было Вроде Бы Эти Черного Как Они Забыл Абанцы Там Они Где-то В другом Месте Да То есть Далеко Отсюда Они Не могли Сюда Попасть А Такое Произошло Второй Раз Такая Же Штука Они Решили Пронаблюдать И Увидели Что Во-первых Как только Прошли Войска Приходит Значит Группа Которая Забирает Скот Там Деньги Золото Все Забрали Приходит Вторая Группа Забирает Вещи Значит Там Мебель Ну Все Короче Говоря И Приходит Третья Группа Которая Зачищает Всех Часть Куда-то Угоняет И Сжигает Все К чертовой Матери То есть Кто Это Такой Кто Это Такие Никто Ничего Не знает И об этом Нигде Не говорят Впервые Я об этом Написал В своей Книжке И мне Пришло Ну Не много Но Письма Которые Подтверждали Эту Вещь Теперь Значит Почему Это Вампиры Дело В том Что Про Вампиров Очень Много В XIX Веке Писали Очень Много Сейчас Про Них Как-то Забыли Все Это Опять Свели К мифам Все Это Свели К К Всяким Вымыслам Но Оказывается Это Болезнь Вампиризм У нее Есть Даже Какое-то Научное Название Но Она Подобна Бешенству Вот Животное Кусает Которое Болеет Бешенством Человек Тоже Заболевает Этим Заболеванием И оно Не лечится Там Только Прививку Ставят 12 В живот Таких Болезня Вот Они Заболевают И вот Вампиры Они Вынуждены Уходить Из общества Если Его Укусил Вампир Потому Что Он Заболел Он Начинает Бояться Света При Бешенстве То же Самое Происходит Бояться Света Воды Используют Их Используют Именно Для вот Этих Целей Когда Они Могут Во время Военных Действий Во-первых И людей Там Есть Сколько Им Влезет То есть Пить Из них Кровь А ведь Смотрите Вот Один раз Только Мне конечно Удалось Присутствовать В качестве Эксперта Когда Нашли Женщину Вот Она Была Вся Белая У нее Была Выключена Кровь То есть Была Бледная Такая Вот А потом Все вдруг Это То есть Я на связи Да 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 Вот А потом Вдруг Все То есть Ничего Не надо Потому Что Все Засекретили Вдруг А Мужчину Его Он С женой Ехал Подошли Остановили Двое Мужчин Вот И сказали Нам Нужна Ваша Супруга На Десять Минут Ну Он Че Они Причем Таких комбинзонах Были Блестящих Как Под инопланетян Короче Сработали Вот И высосали Из нее Всю кровь Вот Ну Че У нас Там Семь Литров У нас Желудки У вампиров Тем более По четыре Литра Могут Включать В себя Надолго Хватит После Этого Вот И таких Случаев Вот В уфологии Очень Очень Много Описаний Как Раз Но Это Не Инопланетяне Хотя Инопланетяне Тоже Там Вырезают Органы И Откачивают Кровь И у Животных И У Людей То же самое Когда Особенно Вот Этот Хаур Подписал Этот Договор Разрешающий Похищать Людей И Укачивать То есть Нас Используют Спокойно Как Кроликов И Помимо Этого Держат Специальные Вот Такие От Глаз Для Отвода Глаз Вот Такие Вот Поселения Когда Их Откроют Ну Вроде Как Вот Вампиры Во всем Виноваты У Меня Был Знакомый Который Попал К Сбежать Потому Что Его Бы Там Это Его Не Успели Укусить И Не Успели Из него Сосать Эту Кровь То есть Эти И Кстати Говоря Местные Жители Обычно Знают Про Такие Поселения Которые Там Находят Сюда Обычно Дорог Как Таковых Нет Да Вот Но Они Есть Эти Поселения И Их Много И В Европе Их Много И В центре России Много И Они Все Используются Вот Нам Все Время Говорят Что Вот Народу Стало Много Пора Жатву Организовывать А Жатва Какая Вот Как Раз Для Этих Вампиров Которые Друг Сосут Кровь Пока Нет Этой Жатвы Или Ходят На Собственный Страх И Риск Где Того Человек И Из Него Скачивают Кровь Вот Я Встречался Со Многими Очевидцами Которые Видели Вампиров В нашем Обществе Например Такой Пример Ехать Ну Это В Латвии Случай Произошел Парень Рассказывал Молодой Говорит Зашел В тамбур Покурить Там Смотрю Двое Молодых Девушка И Парень Вроде Как Б Целуются Они Действительно Сосут Из Друг Кровь Вот Страсти Прям Какие-то Рассказывайте На ночь Глядя Тут же Народ Уже Спать Наверное Собирается Я просто Порабочить Что В действительности Мир Он Не такой Как нам Рассказывают Нам Все еще Говорят Иллюзию Мы думаем Что наука Там Величина Там Какая-то Высота Нет Там Никакой Высоты Там Тоже Сплошные Иллюзии Возьмем Физику Химию Биологию Да Везде Эти иллюзии Напичканы То есть Вот Фундаментальной Истины Нету Нигде Нету И нам ее Не дают Знать У нас Смотрите В 19 веке Были На флагистоне Работали все Аппараты И на Теплороде А после Где-то В 1905 Году Вот Этот Эдисон Начал Изобретать Эти Электрические Все Вещи Тесла Там Взялся Тоже За это Дело Все Пошло Электричество Все Флаги Вот На теплороде Работали Телетаипы Те же Самые Телеграф Все На теплороде Работало А потом Теплорода Не стало А они Намного Полезнее Ну то есть Они не вредят Потому что Это же Тепло Они не вредят Человеку Вот И теплород Его можно Так же Использовать Как и Электричество Так же Самое Но не Используют Сейчас Вся Теория Теплород Был Предан Анафеме Флагистон Был Предан Анафеме Фир Был Предан Анафеме Антилехия Тоже Была Предана То есть Ну все Что Касалось Прошлой Цивилизации Все Уничтожено И Нам Мы думаем Что Это Мы Мы там Изобрели Электричество Мы там Изобрели Атомную Бобу Нам Навязали Все это Навязали Чтобы Нас Уничтожить Все Что Касается Истины Нам Неведомо И то Что Мир Он В принципе Многообразен И Совсем Не такой Как Мы Думаем О нем Именно Благодаря Тому Что У нас Все Есть Иллюзии Про Все У нас Была Это Раньше Не наука А она Называлась Тривия Тривия И у нас Слово Тривиальное Осталось Тривия Сейчас Какая-то Там Богиня В римском Пантеоне А в Действительности Тривия Это Как раз Тот Уровень Воззрения Который Не Объяснял Как Мир Устроен А Созидал Его Тривия Потому что И там Было Все Построено На Строительстве И Стремительстве Строительство Это Когда мы Страиваем Явления Не то Что мы Страиваем Там Магазины А именно Строительство А сейчас Строительство Имеет Смысл Что Мы Кирпичики Кладем И вот Получается У нас Здания Какие-то Сооружения Вот А Стремительство Оно Было Связано С Человеком Который Занимался Своим Совершенствованием У нас Ведь Много Об этом Сейчас Говорят Но В действительности Ведь Никто Не Совершенствуется Потому что Технологий Нет А Все Занималось Как раз Всем Этим Занималось В Астриве И У нас Была Ведь Ну Я имею Ввиду Про Великорусскую Державу Там Была Ликадемия Не Академия Как Сейчас Говорят А Ликадемия То есть Лик Эдем Эдем Рай Переводим На русский Язык То Есть Ликадемия Строила Рай В принципе На земле Современная Академия Она В принципе Смотрите А Кад Кад Старорусское Название Палача Эдем То есть Получается Палач Рая Академия То есть От науки В действительности Ждать То нечего Во всяком Случа От ее Высоких Руководителей По Ищем У Нам Все Запрещают Нам Запрещают Нарушать Второй Закон Термодинамики Нам Запрещают Значить Что Есть Скорости Больше Скорости Света Нам Все Запрещено Фактически Нам Разрешено Знать Про Какие-то Электрические Заряды Вот Новое Совершенно Понятие Потому что Было Понятие Потенциал Видов Потенциал Было Множество Это Не только Флагистон Там Теплород И прочие Вещи Это Потенциалы Самых Различных Калибров Потому что Потенциал Это Сила Чего-то Сила И в Чем-то Сила Все Вычищено В науке Все Вычищено И Это Все Иллюзии Нам Преподнесены Как Какая-то Истина В последней Инстанции Раньше Были Школы Но Сейчас Тоже Якобы Есть Школы Но Они Мало Чем Отличаются Друг От Друга Но Как Только Становится Школа Которая Действительно Чего-то Ухватила Этой Школы Со Смертью Ее Основателя Все Заканчивается Потому что Последователям Уже Дальше Не дают Жить Те же Самые Летающие Аппараты Которые Я только Знал Где-то Три Или Четыре Сейчас Уже Точно Не Помню Лаборатории Которые Занимались Этими Летательными Аппаратами Но Это Все Было В секрете Естественно И Потом Ни Этих Исследователей Ни Этих Лабораторий Ни Продуктов Их Исследователей Ничего Нет У нас Люди Даже Самостоятельно Организовывали Полеты На Луну Самостоятельно Во всяком случае В КГБ В этих Случаях Известно Но Кто об этом Что знает Конечно Никто Аппараты Сами Делали Люди Тот же Самый Гребенников Который Стал Известен Вот На его Принципах Сделано Было Несколько Тысяч Таких Летательных Аппаратов Правда В Америке Которые Успели Продать А стоили Они Всего Лишь Тысячу Долларов А там Что такое Самокатик Типа Самокатика Который В дипломат Собирался И пожалуйста Можете Лететь Куда угодно С любой Скоростью 200-300 Километров Самое Главное Что Ветра Нет На этих Аппаратах Придумали Что это Влияет На Здоровье И все Силиконовой Долине Но кто Об этом Знает Если у кого-то Есть Знакомый Силиконовой Долине Он может Узнать И то Не у всех Потому что Это Далеко Широко Не получило Распространение Имеется Ввиду Аппарат Гравитон Нет Я не знаю Как он Его называл Но он У него На принципах Полосных Структур Работает Ну да Доска Внизу Полосные Структуры Сверху Доска А потом Ручка За которой Держаться Понятно Так Не будем Дальше От темы Уходить Экскурс Такой У нас Получается Владимир Змечищ Пересекается Тем вопросом Который Я задавал Может быть Человечество Пора улететь С планеты Освободив Место Для развития Других Разумных Существ Дельфинов Крыс Ворон Например Да дело В том Что улететь То некуда Да и потом Кто нас Куда пустит Не ну Как это Душа же Бессмертна Взяли Тут убрали Туда вернулись Там В чисточку Прошли И через Миллион лет К примеру Сюда вернулись Уже В новые тела С новыми Зарядами Позитивом Все хорошо Замечательно Вот Насчет Душа Бессмертна Это Очень Сомнительный Тезис Она По отношению К нам Бессмертна Да Да Конечно Но мы Про это И говорим В принципе Уничтожь все Человечество И все Тонкие Тела Они тоже Погибнут Вместе С физическими Телами Потому что Их продолжать Могут Только физические Тела Подпитывать Питать Смотрите Почему Нам Нужно Всегда Значит Вспоминать Об умерших Для того Чтобы Питать А иначе Они там С головы Умрут И душа Умрет Нужно Обязательно Физические Тела Чтобы Вот эти Тонкие Тела Существовали Вот в этом Случае Если мы Рассматриваем Такой Вариант Что Там Куда Якобы Уходит Душа Нет тела Если же Мы Рассматриваем Иной Вариант Что Там есть Определенного Вида Телеса Или Ячейки Для хранения Души То в этом Случа Тогда Душа Оттуда Может Переселяться Сюда И отсюда Туда И в общем Все нормально Если же Мы рассматриваем Что там Ничего Нет Тогда Да Душа Привязана К каким-то Физическим Телам И здесь Необходимо Ей во что-то Быстро Переселяться Иначе Она Погибнет Но я думаю Что теория Не ограничивается Только тем Что Там Ничего Нет В смысле Виномерия После смерти Человека Ну хорошо Дальше Дальше Всем здравия Вопрос в эфир От Олега 74 Владимир Алексеевич Христиане зачастую Молятся Держа в руках Свечу А это Как влияет На поведение Земли И проявление Климата Но здесь Никак не влияет Потому что Здесь не возникает Солитонов Опасно ведь Ну не опасно А способность Концентрироваться Только лишь Вращающиеся Структуры Они во-первых Подобны друг к другу Они могут Сливаться Между собой Вести Между собой Как например Ну это еще Роберт Вуд Английский физик Доказал И показал На кольцах Вот Курительных кольцах Да То есть Дыма Цигарет Что они ведут Друг с другом Или как Твердые шары Да Отталкиваются Или сливаются Когда мягкие Такие вот удары Когда они закручены В одну сторону А когда в разные стороны Закручены Они отталкиваются Друг от друга Вернее Когда они закручены Ну да Правильно сказал Когда они находятся Друг по другам Они сливаются А когда они Закручены В одну сторону И вместе Сталкиваются Они ведут себя Как твердые шары Вот Но проходя Около друг друга Они сливаются Ну вот Две параллельные Плоскости Когда проходят То есть Вот В таких случаях У нас происходит Накопление А когда огонь Просто горит Да Он ничего не делает Вот если вы Делаете Это в складень То да Там вот эти Флагистоны Которые излучаются Они могут уже Создавать вот эти Кольцеобразные структуры Которые мы называем Солитонами Тогда будет Но у нас сейчас Складень не используется Складень это вообще Волшебная величина Волшебное устройство Которое использовалось Именно в древле православия У нас ведь После революции Когда изымали иконы Вот Они изымали У нас же иконы Обычно Именно в виде складень Или трептиха были Их изымали Из-за того Что там были Как раз Люди-овсы нарисованы Люди-ослы Люди-лошади Ну вот Цветы Главное Все Там были Ядерные взрывы Нарисованы Тот же самый Георгий Победоносец Он нарисован Не как Колющий змея Как нам сейчас Нарисовали А у него Луч идет Из лба Который Поражает Змею Вот Ядерные взрывы Тоже там были Но Одну такую икону Я в своей книжке Привел Которую А вот С этим Не смог Сфотографировать Но они Не разрешают Староверы У которых Сохранились Эти иконы Они не разрешают Сфотографировать Ну наверное Правильно делают Отчасти Да конечно Потому что Приведешь хвоста Так самое Это главное Что У меня друг Он занимался Как раз Старыми иконами Такие иконы Их не продашь Если у тебя Их найдут Ну Срок Ну и Вряд ли выжаешь Вот Поэтому Поскольку мы знали Все эти моменты То Такие иконы Они не светились Нигде Но они Были Они известны Ну в смысле Кто У нас в запасниках В этом есть Эти Такие же иконы Там вся история Человечества В принципе На этих иконах Отображена Вот Но Кто вам позволит В эти запасники Попасть Там даже В ближайшие Кириллы Люди не могут Попасть туда Там есть Специальная структура Которая храняется Это хозяйство Если вы туда попали То даже Не выйдете Потому что Нам об этом Знать нельзя Так Ладно Дальше идем Владимир Истул Здравия С ведущим Вопрос эфир Как вы относитесь К теории Плоской земли Извините Если не по теме Да Очень отрицательно То есть Нам В общем-то Планируют Сейчас Опять Придумать Эту плоскую землю Опять Значит Придумать Что никакого мира нет Что мы одни во вселенной То есть Это все признаки Неразумности Благодаря которым Человечество Удерживается В сегодняшнем состоянии В каком мы Оказались Вот сейчас Вот Ну Наученые люди С экранов Телевизоров Там Вещают Что Индопланетян Нет Летающие тарелки Это или запуски Ракет Или Какие-то Физические явления Китайские фонарики Раз мы неразумны У нас можно Красть Воду Красть Полезные ископаемые Красть Возу И в принципе Вот Подметные письма Которые бросают Такие Завербованные Кстати говоря Много фирм Которые вербуют На работу К ним Но у них там Условия Что После того Как ты поработал Они в основном Гоняют Ракеты На разные планеты С земли Берут Возу В воду Там Минеральные Всякие вещества Полезные ископаемые Вот И Работают Там У них условия Что ты После того Как поработал Там Тебе Сотрут Память Но И им Стирают Нам Чтобы этого Не было Они пишут Подметные Письма Но кто Сейчас верит В эти Подметные Письма Когда Была Советская Власть Вернее Вот Это Власть НКВД И Люди Люди Забирали Прямо На улицах Бывало Забирают И Все С концами И он Писал Вот это Подметное Письмо В надежде Что кто-то Подберет И перешлет И в принципе Люди знали Об этих Подметных Письмах Подбирали И Отсылали А они Все знали В то время Сейчас Ведь о них Никто ничего не знает Вот Значит Бочурин Бочурихин Ему попало Такое Подметное Письмо Русский Этот Ну как Он На этой Летающей Тарелке Возил Вот И Писал Что он Из Австралии Там Как раз Качают Они А сейчас Точно Не помню Что Потому что Тоже Много лет Назад Все это Было Качают И возят Все Там Вот В район Лепитера На Европу По-моему В общем На какой-то Из Галилейских Спутников А вы знаете Галилейские Спутники Они такие же Как Луна Даже некоторые Больше Вот Они вполне Пригодны Для жизни Как оказывается Да Но вообще Если вот Читать Купера Там Вообще Этих ЦРУшников Которые В общем-то Раскрыли Нам Уровень Нашей Опущенности В силу того Что Мы не допущены К этим знаниям Вот Оказывается Что там И на Марсе Наши Поселения Живут Давно Уже Да И На всех этих Спутниках И на Луне Ну везде Все живут То есть Людей Везде Эксплуатируют Потом Если их возвращают То стирают Память И все А он даже Не знает Никто Ни откуда Ничего Таких Сейчас много Людей Вот То есть Уровень Нашей Нашего Незнания Очень Очень Вот когда я сказал Гравитон И недалек был от Истины Гравитоплан Это называется Виктор Гребенников Гравитоплан Назвал Как раз Где На основе Антигравитации Все построено Так что Не гравитон А гравитация Гравитон Все-таки Это элемент Не имеющий заряда Так Идем дальше Виталий Такая реплика А может быть Когда мы говорили По Песеголовых Там и так далее Песеголовых Может быть Он написал Это ученые Доигрались Доэкспериментировались Нет Песеголовцы Дело в том Что мы думаем Что у нас есть история Да Вот истории У нас вообще Никакой нет То что написал Карамзин И потом Значит Озмыслили Последователи Карамзина Это все Фантазия На историческую Тему История Совсем другая Вот Махабхарата Она в какой-то степени Описывает Историю Земли Там в какой-то степени Приближено К истине По сравнению С Карамзиной Если смотреть А если вы там Посмотрите Да Там С кем мы воевали И люди Медведей И люди Обезьяны И люди Крысы И те же Значит Люди Лошади То есть Там описано Практически А там не вся Правда Тоже история Но она Описана И тогда Становится Понятным Откуда у нас Все эти Животные Которые Сейчас Нас окружают Которые В нашем Хозяйстве Те же самые Коровы Козы Козы Это же Кстати Черти Вот А овцы Это Кстати Говоря Люди Раньше Были Вот Кошки То Готы Вот Потому что Люди Коты Кстати Говоря В Европе Много Вот Кот Сапога Там Написан Да Вот Ну Это Вроде Как Авторская Но Это По легендам Мифам Созна Это Было И Готская Иго Нам Рассказывают Что Якобы Было Но Оно Не Иго Но Как Раз Было Крещение Вернее Как Крещение Объединение Готской Церкви И Древнеправославной Поэтому И пошла Потом Катавася Нас Месте Крестили В Одну Так Сказать Церковь Вот У нас Тоже После Революции Называлась Как Называлась Церковь Это Было Шесть Конфессий Объединено Не Объединенная Церковь Ну Как То Я Забыл Название Можно Посмотреть И Руководил Этой Церковь Действительности Вот Значит Ориант Ориане Ориане Это Были Эти Татары Татары Башкиры Ну Все Тюркские Народы У них Было Орианство Сохранялось Еще Орианство Вот Сейчас Они Все Стали Мусульманами Потом Значит Собственно Была Православная Церковь Вот Эта Христианская Церковь Вот Это Все Объединили В Одну Назвали Как Же Назвали Обновленческая Церковь Обновленческая Не Объединенная Обновленческая Вот И Она Собственно Говоря И Существует Ведь У нас Уничтожили 90 Ну Гарит 90 Процентов Священников Уничтожили Всех Православных Священников Пригнали Отсюда С Католических Стран Там Польшу Там Западную Украину Отсюда Ну Где Еще Знали Русский Язык Тут Они В общем-то И Внедрили Нам Католичество И Назвались Православной Русской Православной Церковью Это Вообще Смешно Потому Что Она Во-первых Не русская Католики Католики Не русские Тем более Она Не православная Католики Не православные Вообще Ничего Нет Близкого Даже Потому Что Католичество Это Блутафория Православие Это Все-таки Волшебная Русская Культура И Она Даже Не Христианская Потому Что Там От крестца Ничего Не осталось Эти Старые Иконы Которые У староверов Христос Изображен У него Русская Борода Белые Волосы Ну Русские Волосы Голубые Глаза Вот Этот Канонический Вид Который Внедрен Сейчас Это Внедрено Опять В годы Советской Власти Вот И Фактически В эти Была Борьба Именно Вот Эта Революция Была Сделана Только Для Того Чтобы Уничтожить Все Представления Православия И Навязать Вот Этот Католицизм Хорошо Идем Дальше Ольга 74 Уточняет Раньше Людей С повышенной Растительностью На лице В том числе Женского Рода Показывали В цирке Это Тоже Песеглавы Ну У нас Много Не Не обязательно Песеглавы У нас Вообще Когда Рождались Дети Ну От Песеглавцев Там Их же Упивали Или Что-то С ними Делали То есть Сами Матери Они Не Показывали Эти А у нас Дело в том Что вы знаете Есть явление Суккубусов И инкубусов Это когда Ночью приходит Особенно К женщине Приходит Инкубус Да Вот И Свершает С ней Половой акт И после этого У нее может Родиться Нечто Непотребное Понятно Что она Зная Что она Ни с кем Не спала И у нее Вдруг Что-то Какая-то Беременность Вот Понятно Что она От этой беременности Будет всяческими Способами Избавляться Так это может Голубь прилетел Как это Такие же Предания Есть Непорочное Зачатие Раз и все Значит У нас Бывают Такие Случаи Когда В кислой Если Среде Там Искупаться Да Женщине А может Забеременность Непорочно Может Кислота Раздражает И циклетку Она Может Начать Делиться Но это Не значит Что все Надо купаться Сейчас В кислой Среде Ну В общем Да Опасненько Так Да Вот Ну То Что У нас Могут Ну Вот Например Можете В интернете Посмотреть Такой Фильм Есть Гомун Скул Называется Наберете В интернете Гомун Скул Вот Это Берут Оплодотворять Яйцо Этой Курице Мужскими Мужской Этой Спермой И Развивается Такое Нечто Непотребное Вот Полностью Фильм Снят Как Что Это Появляется То есть Это Уже Не Цыпленок Это Полуцыпленок Получеловек То есть Реально Получается Скрещивание И Поэтому Когда Является К женщине Инкобус Понятно Что У нее Может И обезьяна Родиться Может Родиться Мосяки Бесеглавец И Год Может Родиться Есть Книжка Назовется Молод Ведьм Там Перечислено Какие Монстры Могут Рождаться У Женщин Вот Ну Если Кто Был В Кунскамере Она Кстати Не Вся Демонстрируется Там Запасника Гораздо Интереснее Ну Если Вас Туда Постят Там Можно Посмотреть Что У нас У Женщин Может Родиться Но Это Рождается Не Потому Что Это Это Старые Собрания Там Не Было Ни Радиации Ни Колога Была Вот Происходили Вот Такие Звероподобные Рождения Не Потому Что Связаны Как Раз С С Существами Для Которых Кстати Наши Занки Наши Стены Ничего Не Представляют Они Так Преодолевают Я Вот Когда Собирал Свою Блиотеку У меня Четыре Раз Заграбили А У меня Были Там Книги По Магии По Волшебству По Колдовству Ну Вот Эти Вот Которые Связаны Колдовством Особенно Да Они Больше Трех Дней Не Хранятся Они И И И Вот Я Тоже Делал Там Всякие Замки С Хитростями Да Что Зашел А Потом Не Мож Выйти А Вот Ничего Не Помогало То Есть Библиотеку Все Грабили Как Тут Поверялась Книга Вот Подобного Содержания Она Тут Исчезала Ну Не Тоже Какое Время Я Успевал Но Я Прочитывал Это Обычно В Первые Жди Естественно Особенно На русском Языке Вот Или Конспекты Там Какие-то Конспекты Тяжелее Считается Но Все Считается Но Все Вновь Трасса Быстрее Простер Потому Что Знал Что Она Пропадет Ладно Идем Дальше Время Уходит Вопросов Еще Много Миколаевич Вопрос В эфир Не Совсем Правда По Теме Но Все Так Озвучил Как Избавиться От Подселенца Наверное Имеется Ввиду Подселенца Внутри Человека Типа Сущности Какой-то Вы Знаете Там Есть Такой Саша Тюрин Его Можно Найти В интернете У него Есть Такие Фигуры Он Кладет Под Стол Или Под Табуретку Человек Садится И Из Него Выходят Вся Сущности Не Надо Молиться Как Там Допустим Герман Делает В Сельевом Посаде Да Вот Или Там Допустим В той же Мекке Там Есть Целые Типа Больницы Для Одержимых Людей И Там Лечит Буддизм И Тоже Такая Штука Вот Вы Садитесь На Этот Стул Энергия Реально Презут Я Сколько У них Он Сидел Но Он Тоже Там Не Только Сущности Там Эти Ляру Прикрепляются То Смысл Которые У вас Когда-то Что-то Мелькнуло И Вы Там Посмотрели По Телевизору Вам Обязательно Подобная Лярва Она Вами Не Командует Но Она В вас Присутствует Но У него Периодически Я Сижу И Поэтому Они Разлетаются Вот Если Сущность То Она Выходит Из Тебя Именно Когда Сидишь На Этой Штуке И У Него Специально Бутылки Приготовлены В Которые Он Загоняет Вот Он Закрывает Типа Этиленовый Знаете Из-под Воды Двух Литровый Вот Или Пяти Литровый В зависимости От Сущности Он Закрывает Да Так Вот Он Заметил Что Если Собака Увидит Унюхает Этого Так Она На Ее Лает И Главное Не Одна Они На Ее Пытаются Разорвать Эту То То Существует Реально Все Выходит Из Человека Вот Свяжитесь С Ним И Он Вам Поможет Поможет Хорошо Хорошо Идем Дальше Вопрос В эфира Дмитрия Какие Цивилизации Правят В Северной Америке Готы Или Кто-то Еще Благодарю Значит У них Дело В том Что Вот Смотрите Мы Думаем Что Ну Как Нам Рассказывают Во всяком Случай Что Негры Они Там Такие Все Несчастные Там Вравство И так Далее В действительности Вавиканский Контиент Был Захвачен Неграми И Негры Они В общем То До Сих пор Песегавцы Они же Тоже Негры Вот Практически Все Как Вот Это Все Закулисье Которое Следующая Ступень У нас Сначала Идут Как Б Смешанные Вот Эти Виды Но Не Виды Как Б Представители Они Внешне Как Человек Вот А В действительности Генетика У них Не Наша Вот А Потом Идут Уже Непосредственно Вот Эти Вот Параллельные Структуры Ну Их цивилизации Сложно Назвать Потому Что У них В принципе Территория Вроде Есть Но Они Не На Все Планете Они Вот Только Часть Какую-то Контролируют Так Так Вот Там Тоже Присутствуют Эти Песегласы Дело В том Что Песегласов Их Называют Бесами Их Называли Бесами Всегда Это Не Черки Это Именно Бес Он Даже Воет Бес На Чердаке Да То Они Часто К нам Залазали На Чердаке И Везде То То Опекали Человека Да В принципе И продолжают Опекать Они Тоже Там То Что Они Черные Это Однозначно Их Еще Называли Арапами Вот Арап Петра Великого Нам Рассказывал Что Это Вроде Как Арабы Не Араб Это Именно Араб Араб Которые Черные Черные И Добавок Ко всему Еще И Теси Морда Вот Ну И Бесы Их Тоже Называли Потому Что Есть Собаки У которых Белая Кожа Но Это Смешанные Уже Браки Сеглавцев И Так Сказать Белых Людей Но Это Не Браки А Скорее Всего Явления Суккубусов И Инкубусов Они Тоже Занимаются Выведением Пород Потому Что Они Когда Прилетали К нам На Землю Да Вот У них Были Ну Во-первых Вот Если Они Прилетали Из Солнечной Системы Здесь У нас Уже Было 27 Земель Да Вот Все Вот Эти Спутники Левоста Ее Европа Вот Они Все В принципе Массу Имеют Меньше Земли И поэтому Люди Которые Оттуда А жили Там Наши Люди То есть Земли Потому Что Ведь У Ивана Грозного У него Поверитель Семи Этих Земель Был Семи Земель Ну Нам Горят Что Семи Небес Вот Но Это Земель Потому Что Землями Называли Как раз Вот Эти Малые Планеты Они Еще Оставались В составе Так Сказать Человечества После Ивана Грозного Мы Все Потеряли И Луна У нас Тоже Потеряна Была И Венера Была Потеряна Ну Ладно Это Трудь В общем Опустили Да Они Прилетали Вот С этих У них Была Легкая Кость А Во-вторых Они Плохо Держали Шею Например Почему Жабу Вот эти В средние века Были Потому что Поддерживали Шею Почему У женщин Вот эти Были Платья На косточках С корсетом Да Потому что Держали Им трудно Было Ходить Здесь На земле Долго Оставаться А Там Катастрофа Экологическая Везде Произошла Катастрофа И сейчас Довели Землю До Катастрофы То есть Они Освобождают Солнечную Систему От Человеческого Вида Понимаете Какая ситуация Поэтому Они прилетали К нам Результат Действия Работы Ученых Они прилетали К нам С разных Планет И они Кстати говоря Из разных Созвездий Например Альфа Центавра Называется У нас Самая Ближайшая К нам Звезда Нам говорят Что Кентавры Правильно Это вообще Это Центавры То есть Те Которые Прибыли К нам С Центавры Нам говорят Гончие Псы У китайцев У них Совсем Другая Название Но У них Там Даже Не Созвездия А Три Созвездия Не всего Так вот Все Они Значимы Там Козерог Например Скорпион Оттуда Прилетали Как раз Паукообразные Паукообразных Кстати говоря Представителей Многие Тоже Видели На земле У нас Они Правда Ни на кого Не нападают Ничего Вроде Не делают Но Выглядит Как Одно Из описаний Которые Я сам Слышал Это Где-то Порядка Метра Размер Этого Паука Он весь Блестящий И живет В воде Самое интересное На Светлояре Ну знаете Где Китишградзе Там вот Пауки Почему-то Встречаются Из этого Светлояра Вот Какие там еще Созвездия Созвездия Лебедя Люди Птицы У нас Они В этом Конкоре Во многих местах Борельевых Люди Птицы Вот Созвездия Лебедя Появились Тоже То есть Все Созвездия Названы В честь Тех Или иных Представителей Которые Там живут Они Не просто Так Получили Это название Вот Стажары Или Плеяды Плеяды Как мы их называем То есть Там наши Родственники Живут То есть Ученые Ну Та же Самая Лаборатория Сухуми Которая Пыталась Скрещивать Значит Самок Шимпанзе С людьми Ничего же Не получилось Вот Как раз У них Ничего Не получилось Но Они Не делали Прямое Впрыскывание В яйцеклетку До этого Еще Тогда Не дошли Вот А в принципе Именно Прямую Впрыскывание В яйцеклетку Тогда все Получается Тогда Все Вот эти ПАЖ Среда Никак Не отражаются А отражение Почему Происходит Потому что Значит Сперматозоиды Они активны Только В щелочной Среде Если Среда Кислая А у Женщин В результате Вот сегодняшних Так сказать Заболеваний Всевозможных Неявных Заболеваний Да Среда Как правило Кислая Все думают Почему Она не беремен Она из-за того Что ПАЖ Другая И Эксперматозоиды Становятся Неактивными Поэтому Она не может Забеременеть А напрямую Можно Заставить Забеременеть И начать Развиваться А потом Ее Вложить Обратно Так Игорь Панко Вопрос в эфир Насчет Нагов Что живут В Индии Они не были От темных Вот если Есть версия Что Адам И Ева Были Нагами То есть Змеи И людьми Что скажете Благодарю Да Я с этим Согласен Там же В принципе Адам Там была Лили Такая Да Вот и Ева То есть Была Еще хуже То есть Чистая Рептилия И кстати Говорят На картинах Она изображена В виде Этой Рептилии Просто Эти картины Они как-то Не Это Но я потому Что сам Видел Вот Они Почему-то Неизвестны Эти картин Вот И то Что Наги Они Они не только В Индии Они везде Повсеместно Были И у нас Здесь Эти Наги Были И то Что Создал Бог Адама И Еву Да И они Были Наги Не в смысле Голые Как нам Сейчас Говорят А в смысле То Что они Были Нагами И не то Что искусственно Создан Потому что Человек Он Все-таки Он Рожден Землей И Хозяин Земли В действительности И когда Наши предки Были на уровне Повелик Вселенной А такое Было И в Индийских Ведах Отражено И в Некоторых Легендах Не отредактированных Рослей Тоже Присутствует В этот момент Были Значит Выше Намного Богов Понятно Когда их Опустили Сюда И Наги Кто-то Только Сюда Не устремился Потому что У нас Единого Человечества Нету Все Разделено А раз Разделено Это значит Уже Неразумно Значит Это уже Показатель Того Что Здесь Можно Делать Черт И что И в принципе Это все И происходит Дальше Вопрос От Дмитрия Здравия Всем В каком Городе Находится Музей Крови Как его Найти Благодарю Ну это Надо у Колесова Посмотреть У Колесова Сейчас Работ Много В интернете Касающийся Как раз Происхождение Человечески Раз Он там Много Пишет Об этом И эти Работы Можно Скачать И вот Как раз У него Две Таких Работы Я Одну Только Читал Вот Там В этой Работе Про Человечески Раз Там Написано Об этом Музее Котором Хранится Это Количество Крови Но Они Не описывают Он просто Ссылается Потому что Я тоже Хотел Получить Вот Эту Ремарку Какие Виды Крови Потому что Я знаю Там Собак 14 Видов Крови У коров 11 Видов Крови То есть Разные Факторы А они Встречаются У ригей Кстати Так Идем Дальше Вопрос Эфира Владимир Владимир Алексеевич Как По запаху Понять Что Разговариваешь С писиглавцем Кыштымским Алешенька Кыштымский Алешенька Это кто Ну Кыштымский Это же Этот В общем-то Гоблин Даже не Гоблин Лилипут Там у нас Потому что Есть деление Лилипуты Гоблины Эльфы Но Эльфы Это В принципе Летающие Люди Но Маленькие Вот Кто Там Еще Были Тролли Вот Это Все Названия Разных Размеров И он Скорее всего Относился К Лилипу Там Кыштымский Этот А как По запаху Определить С кем Ты общаешься Писиглавц Перед тобой Или Не Писиглавец Есть Какой-то Запах Есть Знаете Как Собаки Пахнут В принципе Они Так же Пахнут У Ни Ж Вот Как бы Волос Она Все равно Относится К шерсти Шерсть У нее Есть Специфический Запах И у Каждого Животного Этот Запах Специфический Остается Можно Всегда Определить Что Это Писиглавец Год То есть Если Запах Какой-то Нечеловеческий Неестественный Значит Это Что-то Из Другого Ясно Вопрос В эфир От Михаила Из Москвы Владимир Алексеевич Очень Интересно Почему Истребляли Людей С Отрицательной Группой Крови И Как Группа Крови Может Меняться Благодарю Ну Дело В том Что Отрицательная Группа Крови Это Как Бы Истинные Земляния То есть Они Не Иметь Никаких Примесей Поэтому Их Уничтожали А Вот Группа А Группа Б Отрицательный Резус Там Вот Эти Вот Сейчас Найденные Виды Крови У Японцев Они Все Пришлые И Мы Имея Положительный Резус Фактор Это Практически 80% Населения Значит СССР Они В общем-то Поимели Вот Этого Предка Обезьяны Вот А с обезьянами Нас же В общем-то Владимир Вот Крещение Владимир Это Фактически Породнение С Византией Было Вот Породнение С Византией Объединение Церквей И Объединение Вот Как раз Вот Почему Владимир И Святослав Там Да Многие Не поддержали Князья А Он Вынужден Был Это Сдать Потому А иначе Погибель Против нас Воевали Все Мужики Были Все Истреблены Воевали Дети И женщины Вот И Как ему Было В этой Ситуации Выжить Он Поэтому Пошел На То есть Его Осуждать Нельзя Он Пошел На Союз С Византией И Поэтому У нас Появилась Это Группа Крови Вот А Группа Крови А И Группа Крови Б Которая Встречается И у Кошек Она Точно Такая Же Как У Людей Потому Что Мы Были Не Сгод И Еще Хорошо Виталий Из Эстонии Реплику В эфир Запускает Если Я Правильно Понимаю Обычно Когда Вода В Мировом Океане Опускается Ниже Определенного Уровня Это Означает Землетрясение А раз Землетрясение То Вулканы Проявляются Значит Смотрите У нас Вода Она И так Опускается И Поднимается В силу Того Что Там Есть Приливы И Отливы В связи С Вот Сейчас Есть Процесс Ухода Воды Почему То Говорят Что Те Полости Которые Образовались В результате Добычи Нефти Заполняются Водой И Поэтому У нас Вода Теряется Одна Из Гипотез Хотя У нас В действительности Столько Не добыли Нефти Чтобы Вся Пресная Вода Ушла А Ожидает Как раз Уход Воды Но Это Не Землетрясение Землетрясение Связано Как правило Вот Когда Начинается Появляется Этот Семидерцовый Гул Кто Вот Ну Был У нас Помните В Сочи Было Землетрясение Появился Гул А потом Земля Стала На море Волны Реально Море То Вот Пошло Это Землетрясение Вот А По Убыванию Воды Ничего Не скажешь Никак Не скажешь Понятно Ёлка Задает вопрос Тера Она Какая Полая Плоская На трех Китах Или Круглая Но С куполом Из которого Не вырваться Параллельные Миры И Сотковая Земля Реально Все Все Это Про Плоскую Землю Уже Сказали По Поводу Полой И так Далее Ну Полая То Что Она Полая Да Она Полая И У нас Вот этот Центральный Который Мы Ядром Сейчас Называем Дефективность Это Кристалл Который Называется Логос Это Одно Из чудес Света Созданное Нашими Предками И Оно В принципе Этот Логос Работал Как Управляющий Элемент Как Управляющая Система Вселенными Почему Мы Были Поверительными Вселенными Потому Что У нас Был Логос И В принципе Борьба За Землю Идет Только Для Того Чтобы Обладеть Этим Главным Чудом Света У нас Их Все Они Правда Не Совпадают С теми Семи Светами Которые Нам Впаривают Китайская Стена Которая Была В 20 Веке Построена Дальше Значит Пирамиды Эти Египетские Которые Вначале 20 Века Были Откопаны Дальше Эти Александрийский Маяк Статуя Зевса Ну И В общем Там Другие Которые В общем Никакого Отношения Хотя бы Сказали Стоглав Когда построили Вавилонскую Башню Ее же Строили В Москве Стоглав Построили Остались Легенды Кстати говоря Нигде Не озвучивают Но они Есть Среди Народа Они Существуют Вот Когда Построили Стоглав У нас У нас Было 108 Богов Да И Он Рухнул Рухнул Потому Что Кажет Бог Он Естественно Это А почему Строили Его Потому Что У нас Земли Захватывали И Мы Теряли Как бы Богов Потому Что Каждый Бог Он Мог Находиться Только В определенном Месте На земле А Решили Построить В одном Месте И Вот Стоглав Его Не отнесли Почему То Чудесам Света А вот Логос Да Это Было Чудо Света Но Он Тоже Сейчас Не Чудо Света И У нас Логия Это Учение Якобы Да Вот Точно Так же Как Скоп У нас Это Скопище А нам Говорят Это Вижу То есть Нам Новодельный Греческий Язык Придумали Для того Чтобы Опять же Все Переврать И Чтобы Мы Ничего Не Понимали Вот У нас Была Система Какая То есть Транспортная Была Мощная Система Как раз С параллельными Мирами И Вот Почему У нас Космос И Силен Говорят Космос Греческое Слово Греческого Языка Как Такого Не Было Был Жреческий Язык Который Являлся Значит В Обиходе Жрецов Был И Арабский Язык Который Тоже Был Жреческий И Тюркский Язык Был Который Тоже Был Это Разные Просто И Рюды Когда У нас Разные Были Жреческие Языки Так Вот Космос Это Космос Это Проникновение Параллельными Структурами Мирами Вселенными И прочими Вещами А Вселенная Это Видимое Вселенная Это Звезды Планеты Другие Могут Вселенные Галактика Метагалактика Супергалактика Квартогалактика И там Пошло Дальше То есть Все Больше Объединение Бесконечность Уходит Вот И у нас Два Понятия Они Как бы Сейчас Смешаны Вроде Как Это Греческое А Это В Мироздание Потому что Мироздание Это Уже Другая Структура Которая Больше Вселенной И больше Космоса Так Идем дальше Читаю Вопрос От Олега Зиркуз Как он Написан Здравия Соведущему Сантехведа Перуна Указывается О прилете Бога Перуна На землю И его Непосредственное Общение С представителями Родов Расы То есть И в те Взаимосвязь Русичей Со своими Богами Предками Как ты Читаешь Владимир Алексеевич Участвуют Ли высшие Силы Судьбе Славян Своих Потомков В реальное Время И поддерживают Ли связь С лучшими Из Представителями Жрецами Ведунами Хранителями И возможно Подсказывают Как действовать Выжить В предстоящих Бедствиях На земле Либо Они действуют Более масштабно И мудро Посредством Распределения Космических Вселенских Вибраций В результате Которых Выживет Только светлая Одухотворенная Часть Человечества Благодарю Вот смотрите Симиаси Которая пыталась Ну это Сплеяд Которая пыталась Через Билли Майера Значит Донести До человечества Вот Свою Так сказать Миссию Ну Помогающую Нам Как бы Избавиться От всех Этих Вот Возможных Катастроф Которые Мы Себя Загнали Вернее Нас Загнали Вот Но Кто Об этом Знает Опять же Билли Майер Он Где-то Года Назад Исчез Вообще Пропал На него Ни одно Покушение Было Опять же Вот этих Закулись Всего Этого Вот Но он Успел Сделать Девять Копий Своих Общений Значит Из Семи Аси И С прилетом Она же Каждый раз Когда прилетала На землю Она землянка В каком плане Землянка Она говорит Что стажары То есть Сплеятся Они В общем-то Земли Все И вот эти Там их много Цивилизаций Там Сто только Солнц Сто Сто восемь Или сколько Это Солнц А вокруг них Еще куча Всяких планет Которые заселены Земной группой То есть Землянами И у нас Это же была Конфедерация Землян Когда мы были Поведителями Вселенной В которую Входили все Вообще Вот эти Сегодняшние У нас Галактика Сегодня Четыре Конфедерации Не федерация Конфедерация То есть Со Федерации Получается Она разделилась После того Как нас Бомбанули После апокалипсиса Это произошло Вот Она говорит Что мы В принципе Родственники И они помогают Тем Родам Которые От которых Они произошли Они и пролетают Для этого Поэтому Мы с Билем Майером Они и общались Потому что Он там Какой-то Дальний Родственник Этой семьи Аси Получался Вот Но они Не могут Вот Конкретным Людям Да Они могут Помочь А всему А всему Они не Не могут Помочь Должно Сделать Руководство Которого У нас Фактически Нет То есть У нас Во-первых Раньше Была Держава Держава Это Не пирамидное Строение Власти Это Круговое Везде Везде Решал Все Круг Ну Как У казаков Осталось Круг Хотя Я смотрю Большинство Даже Не знает Как Круг Вести Но Говорят Круг Потому Что Казаков В годы Советской Власти Тоже Очень Сильно Уничтожали Особенно Те Которые Блюли Казацкие Традиции Знали Что Такое Казацкая Церковь Их Всех Истребили В действительности И многие Казаки Сегодня Как раз Те Которые Занимались Истреблением Казачества А потом Занимали Их Дома Их Жен Детишек И уже Воспитывали Не в той Культуре Которая Была А той Которую Они Принесли С Большевиками Вместе Вот Поэтому Помогать Некому В действительности Понимаете То есть Если бы У нас Организовалась Какая-то Структура Которая Могла бы Выступить Да Вот Но нам Тоже Это не дали Сделать Мы же Тоже Пытались Значит Всемирную Космическую Коалицию Создать Чтобы Вступить В эту Космическую Коалицию У нас Во-первых Письма Вернулось Там Больше Половины Писем Когда мы Послали Ну Кто Хотел Вступить Во-вторых У нас Смерть И там Начались Близких Людей То есть Мы Поняли Что Это Опасно Точно Так же Как Исследование Космоса Как Исследование Вечных Двигателей Как Нарушение Значит Этого Второго Начала Теремии Динамики То есть Все Что Связано С Это Сделать Кто Это Сделает Вот Сейчас Действительности Произошла Смена Кураторов Мы Когда Говорили С Веганцами В свое Время Они Говорили Что Мы Готовы Вам Помогать Мы Согласны Что Вы Будете Иметь Своих Представителей У нас Там Значит На Веге Вот То есть Мы Договорились Что Мы Будем Строить Совместно Космодром Но Получалось Так Что У нас Ни денег Ни хрена Вот Они Будут Строить Но Мы Должны Там Решить Вопросы С местной Там И С Такой Властью Чтобы Их Не трогали Вот Все Это Конечно Потом Было Накрылось Медным Тазом Но Самое Интересное Что Тогда Были Рептилии То Есть Вот Эти С Которые Здесь Командовали Всем А В Одиннадцатом Году Значит Появилась Совсем Иная Структура Вот Мы С Ней Только Опосредованно Только Контактируем С Фиганцами У нас Прямой Был Контакт А Здесь Только Терепатические Это Ну Как Я Считаю Терепатические Оно Несерьезно Потому Что Когда Не Видишь Собеседника Ты Не Знаешь Кто На Тебя В Действительности Влияет И Он Ли Который Себя За Них Выдает И Вот Эта Структура Она Уничтожила Все Рептилии Нас Отсюда Из Было Разрушено Более 1200 Подземных Городов Этих Рептилии Представляете Какая Мощная Структура Под Нами Сидела Да Вот И Сейчас Они В принципе Как У них Позиция Но Это Опять же От Этих Контактеров Я могу Только Сам Я лично Не Общался Вот Они Горят Что Вот Вы Если Решите Сами Все Свои Вопросы Хорошо Но Не Решите Значит Нам Помогать Они Не Будут Такая Ситуация На Сегодняшний День Но Рептилии Сейчас Измен Однако Осталась Вот Эта Структура Созданная Рептилиями Которая Называется Самоназвание У них СС Вот Они Ну А в переводе Я думаю Что это Сила Сатаны Вот А они Значит Продолжают Вести Политику Уничтожения Людей На что Была Направлена Политика Вот Этих Рептилий Они Хотят Захватить Потому Что Вот Эти Все Семь Чудес Света Но У нас Сейчас Уже Этой Транспортной Системы Нету Так Она Иногда Кто Не знает Куда Попадет Там То есть Есть места Куда Лучше Не попадать Вот Потому Что Там Попадаешь Или В другое Время Или В другое Параллельное Пространство Или На Другую Планету Можешь Попасть То Сто Транспортная Система Она Частично Разрушена Но Частично Сохраняет Свою Работу И Рептилии Которые В принципе Ею Тоже Пользовались Вот Они Что-то Там Оставили И Это Кстати Горя Легко Вычисляется Если Вы Посредине Леса Или Горы Увидели Какую Будочку Телефон Шойгу Непосредственно Случилось Что-то Посреди Леса Раз Помогите Пожалуйста И Тут Вертолет Эти Будки Они Встречались На Урале Мы там Встречали Они Дело в том Что В то время Шойгу Еще не было Зато Был госплан Обудочить Всю страну Таких Трущ Как это Непроходимых Местах А вдруг А вдруг Медведь заболел Ну ладно Хорошо Ети там Не здоровится Надо Клизму Вызвать Доктора Аболита Поставить Хорошо Идем дальше Вопрос В эфир Владимир Алексеевич Здравия Пожалуйста Поясните Могут ли Существующие На нашей планете Уже Международные Организации Антиглобалисты Общество защиты Детей От наркомании Народные общины И другие сообщества О которых Мы Просто Не подозреваем Но они Есть И все Они Все они Думают О добре И хотят мира Объединиться Могут ли они Объединиться В общем деле О будущем Ну Видимо Добре о будущем Можно ли Бросить клич Сколько Идеалистов Нужно Чтобы Перевести Зло Перевесить Вернее Зло Что Целесообразнее Исключает Исключает Хладнокровное Просвещение Молитву Исключает ли Слово Благодарю Слово Спасибо Низкий поклон За ответ В общем Несколько вопросов От Владимира От Владимира Я все Запомнил Но давайте Спасибо Благодарю Благодарю Они так и говорили Спасибо Это Ведено Было В годы Советской Власти Спасибо Бог Но потом Заменили Просто Спасибо Было Вот Потому что Если Бог Он был Все равно Богит А Сделали Бог Но это Чисто Такие Фаторические Дела Потому что У католиков У них Бог У нас Богит Исключает Хладнокровное Просвещение Молитву Нет Дело В том Что у нас Было Четыре Главных Таинства Это Треба Молитва Мольба Вернее Она Правильно Называлась Свяща И Значит Треба И Слава Вот Это все Слава Это Капи Вот Капи Она Была Связана Ну Потому что У нас Литургии Же Были Литургия Она Связана С Камнями С Плавлением Камней Или Воска Вот Восковые Свечи Они Зачем Были Они Они Делались Тут Ж Это Сейчас Делают На Заводах Где-то Это Продукт Китургии Должен Быть У нас Потому что Ритуалов Вообще И Обрядов Православных В церкви Сейчас Нет Там Есть Батафория Чистая Потому что Православные Все Обряды Ритуалы Они Все Волшебные Они Все Чудесные Они Ведут Потому что Там же Были Кудесники И Церковь Она Не Церковь Называлась А Кудем Потому что У нас Правильно Церковь Церковь Это Связано Как раз Церковь Отсюда Идет Круглое Помещение У нас Все Сейчас Византийки Стали Византийки А Православные Храмы Они Все Круглые Вот Как Собственно Говоря Вот Стамбул Кто Был В Стамбуле Вот Эти Вот Он Круглый Круглый Купол Вот И Четыре Звонницы Стоят Но Сейчас Они Не Звонятся Они Просто Там Стоят И Все Раньше Звонницы Были Потому что Сферозвук Там Распространялся На Очень Большие Расстояния Вот У нас До Революции Еще До Начала Второй Мировой Отечественной Войны Было По Четыре Звонницы То есть Там Когда Церкви Рушили Не везде Разрушили Эти Звонницы А Потом Все Разрушили Колокола Там Снимали Якобы Для Этих Для Патронов Там Медь Топили Эти Колокола Чтобы Не достали Сминцем Обещали Потом Поставить Так Не Поставили У нас Были Говорящие Потому что Колокола Которые Якобы Сейчас Секрет Утерян Утерян Потому что Их Стало Один Колокол Какой Там А должно Быть Четыре Одинаковых Которые Вот Разум И Рождали Говорящих Колоколов Не Стало Так Вот На Чем Мы Какой Еще раз Вопрос Я Ухожу Да Исключает Лихонокрон Просвещение Молитву Вот Вот Эти Четыре Основных Таинства Которые У нас Были Они Как раз Для Чего Были Там Были Созидающий Агрегат Ну Как Сейчас Игрегор Говорят Дальше Значит Управляющие Это Вот Свещи Через Свещу Дальше Значит Были Как Бы Совершенствующие Это Вот Через Капи И Подключающие Вот Эти Все Таинства Они Связаны Кстати Вот Найф Отвечала За Это Требовать Были Так Вот Все Эти Таинства Были Нужны Для Того Чтобы Поддерживать Этот Агрегат Вот Эту Психо Ментальную Конструкцию Которая Позволяла В принципе Управлять Биосферой Управлять Обществом И Всей Землей Для этого Были Вот эти Созданные Специальные Значит Три Таинства И Поэтому Вот Сегодня Просвещение Там Это Вот Наука Она Вообще Без Религии Она Ничего Не Значит В Действительности Потому Что Это Учение О Тонких Сущностях О Тонких Вещах Которые Наука Не Признает Современно Потому Что Она Не Тривия И Наука Она Объясняет Мир Она Не Созидает А Тривия Вместе С Религией Они Создавали Мир Создавали И Совершенствовали Этот Мир Почему У нас Было Такое Разнообразие Растений Там Не Бог Нам Создавал Создавали Кудесники Все Вот У нас До сих пор Божественные Функции Они Заложены В нашем Организме Человек Не Обязательно Есть Кишечник Ему Дан Не Для Того Чтобы Значит Все Время Перерабатывать Пищу И Выкидывать Ее Из Себя Кишечник Как Раз Вот Первых Строках Бали Ну То есть Библии Да Старой Библии Только Шестой Редакции Вот Сказано Что Когда Бог Создал Землю Да То Земля Вскишела Вскишела Потому Что Кишечник Он Дает Вскишение Жизни То Из Нас Рождалось Все То Что Сейчас Окружает Ну Там Без Позвоночные Там Те же Птички И Прочие Вещи Которые Были Нужны Биосфере И Они Специально Рождались Нашим Организмом И Почему Осталось Выражение Кишка Тонка Когда Говорят Что Человек Не Может Сделать Ну Потому Что Он Не Может Свой Кишечник Напрячь На Его Божественную Функцию А Это Выражение Осталось То У У Нас Много Что Было Когда То То Тут Много Можно Говорить Практически Вся Фенология Фени Вся Волшебная Весь Волшебный Словарь Весь Волшебный Язык В фени Помещен Как ни Странно Арестант Например Это Были Аристократы В свое Время Там Преступник Это Известный Указ Петра Первого Который Запрещал Летать Нам На Ступах Да Ступать Преступник Отсюда Преступник Тот Который Продолжал Использовать Ступы Несмотря На То Что Был Указ Петра Первого Вот Заключенный Это Закола Выведенный Человек Когда Помещают Человека В тюрьму Там Созданы Специальные Такие Условия Чтобы Он Свершил Неправильные Поступки А За Эти Поступки Ург Это же Ургия Металлургия Но Это Горячее Искусство Ургия Это В действительности Связано С кругом Круг Если Вы Переставите Буквы Вы Получите Ург Отсюда И гуру Получается Те Которые Учили Этим Волшебным Методикам Волшебным Дисциплинам Вот Или Горяч Сейчас Уголовный Кодекс Уголовники Раньше У нас Все Было Подчинено Угла И Людей Которые Использовали Углы И знали Что Такой-то Угол Ведет Такой-то Функции По Расыпанию Новых Возможностей В чем Суть Совершенствования Именно В уголовстве И поэтому Всех Кто Использовал Углы Для них Создали Уголовный Кодекс Волшебные Углы Используешь Столько-то Лет Колодавские Колдавские Как сейчас Говорят Используешь Столько-то Лет Чудесные Углы Используешь Столько-то Лет За все Было Предусмотрено Сейчас Про это Никто Не знает Не помнит Но Уголовный Кодекс Остался И вот Таких Терминах Сотни Сотни Которые Заувалировали Нашу Русскую Волшебную Культуру Хорошо Просто Время Уже Заканчивается А еще Вопрос Какие Есть Еще Здесь Часть Вопроса Была А сколько Идеалистов Нужно Чтобы Предотвратить Или Перевесить Зло Вот Самое Интересное Что Теоретически Даже Правильно Организованная Капля Может Изменить Воду Во всем Океане Но Во всяком Случа Синергетика Она Об этом Говорит Что Если Организованная Капля Вот Она Может Изменить Поэтому Здесь Видите Можно Конечно Опираться На эффект Сотой Обезьяны Когда Появляется 100 Человек Одинаково Мыслящих Чем Связанных Одинаково Какой-то Идеей Среди Них Появляется Лидер Творец Который Решает Новую Какую-то Совершенно Задачу И все Обучаются Сразу Этой Задачи Этому Умению Если Появляется Тысяча Человек То Появляется Уже Десять Человек Из Каждой Сотни Которые Способны Что-то Сделать А Из Сотни Таких Пророков Таких Лидеров Таких Творцов Из Которых Выделится Еще Один Самый Мощный Лидер Который Способен Еще Чем-то Большему Научить Я думаю Что Здесь Мы не Можем Сказать Точного Количества Потому что Оно В действительности Безграничное Оно Может Расти И расти И у нас Все Больше Будет Появляться Этих Умных Пророков Творцов Лидеров Которые Могут Что-то Нам В граммах Вешать Не будем Просто Чем больше Тем лучше В данном случае Хорошо Следующий вопрос От Олега Зиркутска Существует Распространенная версия Что мысль Материальная И что Если Большая часть Людей Думает О чем-либо То Те мысли И сбываются Но очевидно Что мы На этой земле И в мире Не одни Ведь Древние писания И современные Здравомыслящие Ученые Отмечают Присутствие Более развитых Культур Цивилизаций Существ В нашем И иных Измерениях Которые Тесно Связаны Между собой И зависят Друг от друга И не думаю Я что Мысли Миллионов Оболваненных Пользователей Замбоящиков Или Бестолковых Рэперов Маргиналов Заменят Мысли Хотя бы Одного Условно Скажем Гуманоида Или высшего Существа Или тем Паче Представителя Божественных Сил Какое Ваше Мнение Владимир Алексеевич По этому Поводу Благодарю Вы Меня Заинтересовали Словом Бестолковки Да Ну что Можно Сказать Что Конечно Все Эти Влияния Они Понятно Что От них Сложно Всем Уйти Но Я вот Уже Сказал Что В принципе Если У нас Есть Словянское Радио Есть Возможность Где-то Качковаться Где-то Сообщать Где-то Обменяться Должна быть Обязательно Обратная Связь А иначе Конечно Это все В песок Уходит Вот Можно Выползти Из любой Ситуации Фактически Если Вот Есть Обратная Связь Если Мы Все Вместе Встанем Да И вот Скажем Что-то Да Мы Сможем Материализовать Мысль Вы Сможите Почему Она Материальная Ведь Смотрите Саева Бау Материализовывала Вещи У нас Были В сказках Они Описаны Но Как-то Так Они Редактированы Мультипликаторы Да То есть Когда Одну Вещь Кладешь Кувшин Потом Можешь Вытаскивать Сколько У Инопланетян Эти Штуки Они Словшие Рядом Я Рассказывал В прошлый Раз Когда Человек Учился Пять лет У Инопланетян На Часа Материализовав Это Факт И Как Вихра В свое Время Говорил Что Мысль Это Такой же Продукт Мозга Как Желч Продукт Печени Хорошо Реплика В эфир Владимир Измутич Владимир Алексеевич Вы Потрясающий Рассказчик Благодарю Вас За Удивительный Рассказ И За Книги Удачи Здоровья Вам И В заключение Еще У нас Два Вопроса Виталий Из Эстонии Вопрос Эфир Кто Финансировал Переселение В Северную Америку И на Кого Велась Охота В Европе Во времена Инквизиция И Прочее Инквизиция Это Действительно Борьба С Православием С Православием Всегда Шла Борьба Мы Всегда Были Против Объединения С Католичеством Но Сейчас Видимо Уже Поговорились Объединение Все Таки Произойдет Но Церковь Однозначная У нее Хоть Название Было Православное Тогда Она Будет Точно Не Православная Инквизиция Ведь смотрите Хоть говорят Что в Европе Она Здесь Царствовала На территории России Вот указы Петра Когда Не хотели Менять свою Веру Но ее Называли Языческой Но это Конечно Другая Тема Очень Большая Вот Приказ Запирать Всех В одном Доме Подпирать Дом Дверь Этими Бревнами И поджигать И сжигать То есть Заживо Сжигали И у нас Много Деревень Там Гаре Гарево Связано Именно С пожаром Да Потому что Вот Самосожжение Здесь В Ярославской Области У нас Значит Борисогебовск Да Вот Борисогебовск Это сейчас Недавно Название Вот Там Там же Тоже Сожгли Всех Вот Экскурсовод Рассказывает Что Вот Сожгли Потому что Они Не хотели Менять Свою Веру Но Говорят Что Они Не хотели Языческую Веру Менять Язычниками Действительностью Мы Вали Католиков Всегда А Вот Нас Сейчас Как бы Православную Веру Стали Называть Языческой Потому что Яков Многобожие Но Многобожие Это Многобожие Оно Да Дрожие Православие Оно Присутствует Потому что Там Работа С числами Идет И с Овладенением Их Функцией Потому что Число Управляет Миром Это Функция Бога Управляет Миром У числа Божественная Функция Вот Язычниками Нас Назвали Вообще Называли Тех Которые Используют Язык С которым Работали С богами Исключительно Жрецы Работали С богами А стали Использовать Как средство Коммуникации Появилось У нас Языковое Сознание У нас Люди Казали То есть Общались Телепатически Казать И показывать Это одно И то же Один корень Вот И казать Потом Стало Вроде как Говорить Казать Действительности Это Телепатически Общаться Телепатии Назвали Как раз Передачу Мысли На расстоянии То же Теле Это передача Эпатия Болезни Вот То есть С казанием Стали бороться Бороться Как с болезнью Лечить людей Стали от этого Вот Вели нам Натрий Хлор Там уже Было Много Солей Применялось Ну в общем Короче говоря Так В общем Потихоньку Нам Разгромили Вот это Вот И инквизиция Она всегда Боролась Православием Исключительно Потому что Сами с собой Не боролись Ну конечно Там и манихеи Но у них Тоже православные И крестьяне У них Тоже православные То есть Много там Православия Было Но и церкви Крестьянской Не стало Манихеев Тоже не стало Ариянцев Тоже не стало Арияне Это Орхики Как он нам Сейчас рассказывает Которые очень давно Жили А они жили До революции Все татары Были Орхиками И кстати говоря Те вот непрописные Кто остался Или полупрописные Я вот с такими Общался Они рассказывают То есть Орхики Это тоже православие Хотя они Вроде Мусульмане Ну так Первая часть Вопроса От Виталия А кто Финансировал Переселение В Северную Америку Дело в том То что там Те важнее Там хоть и ретушируют И Венгрия Америка Во владение Во владение Екатерины Второй Ну почему-то Об этом Про Аляску Говорят Аляска Вроде Как отдана Была Но Тоже смешно Ну параллелес Куда Там Отдельный договор В аренде На какое-то время А не просто Выкупе Ну ладно Мы сейчас Еще дальше Уходим Последний вопрос Я не знаю Задавать Не задавать Он не связан В общем-то С глобальными Катастрофами Как выжить Ну Время уже Ну ладно Хорошо Задам Напоследок От Олега Заркутска Вопрос Известно Что для души То есть Энергетической сущности Не существует Физических преград И барьеров Тогда почему В поминальных обычаях Славян Не закрываются двери После смерти родичей Чтобы душа человека Не осталась В жилище На срок До трех лет Благодарю Ну Дело в том Что ведь у нас Не только душа Уходит Уходит И астральное И ментальное И Эфирные тела Которые Потом разрушаются Но их сейчас Не создают Раньше же Ведь школа Она еще и создавала Эти тела Занималась Их созданием Вот Потому что Эти тела Мы когда Рождаемся Снова Надо их создать Вот образование В действительности Образ Расвояния То есть создание Образа Эфирного Астрального Метального Они были связаны Как раз С именами Наших родителей И с нашим Сакральным именем То есть Вот Имя матери Имя отца И сакральное Наше имя Которое Которое Определяло Наше Предназначение Мы С предназначением Сюда приходим Которое Опять же Числами Нашего рождения Нашего Сакрального имени Но это все Как бы Древле православие Там вот все Это Есть Поэтому Не закрывались Чтобы ушли Эти тела Они могут Остаться Реально Они Живут еще После смерти Человека Если они Созданы Могут Вообще Столетия Жить Понимаете И они Более Плотные Чем душа Душа Может пройти А вот эти Тела Не могут Пройти Поэтому Такая Ситуация Открытия Дверей Хорошо Ладненько Ладненько Очень хорошо Мы сегодня Побеседовали Напоминаю Что Тема была У нас Как выжить В глобальных Катастрофах На земле Но И Касались Как я понял Очень много И сопутствующего И может быть Даже И не совсем Сопутствующим Но Во всех Случа Если мы Начали с того Что Все катастрофы Земные Отвечают Нашим Человеческим Неприятным Мыслям И негативным Каким-то Измышлением И Агрессии То в этом Случа Наверное Мысляна Прежде всего Получается так И в общем-то Все рядышком До около Было Вокруг Мыслей Ну что Заключение У нас есть Такая традиция Когда говорящий Желает что-либо Хорошее Предлагаю Владимиру Алексеевичу Нашим радиослушателям Что-то от себя Доброе Напоследок Пожелать Но это будет Не совсем доброе Я хочу просто пожелать Чтобы мы Объединились Вокруг вот этого Славянского радио Для того Чтобы Упреждать Все те Катастрофы Которые нам Предначертыны И которые Можно избежать Именно только Объединением И совместными Воздействиями На те процессы Которые Негативные Происходят у нас На земле Чтобы Их не было Вот такое пожелание Хорошее пожелание Я думаю Что объединение Не против Кого-то Как у нас часто Трактуют Что ага Вы там объединяетесь Заговорщики Нет Мы не против Мы за Мы за что Мы за Хорошую жизнь Мы за то Чтобы люди жили По совести Кладу с природой Чтобы не гадили На земле Относились к ней Как к своей матери А мать Тем более Такая Старая В человеческом Понимании Столько уже Много Тысячелетий Может быть Миллиардов Лет Земле Но все-таки Надо старушку Уважать Надо не заботиться К матери Надо по сыновью Относиться По дочерне Любить ее Лелеять Ласкать Защищать ее А не плевать На нее Не бить ее Почем зря И не грязнить ее Вот если Вы объединяетесь На этих основах Если вы хотите Чтобы все было По совести И хорошо Вот тогда Я думаю Да Это объединение Будет всем на пользу И ничего плохого Из этого не произойдет А будет только Благо всем Ну что ж Напоминаю Что сегодня У нас по одному Из современных календарей Пока еще 16 ноября 2016 года Среда По одному Из старинных 16 день Месяца Новых Даров 7525 лет От пятницы Мы говорили Про то Как выжить В глобальных Катастрофах На земле Автор-соведущий Шамшук Владимир Алексеевич Очень подробно Нам обо всем Рассказывал Благодарю за участие Здесь вот Удут уже Благодарственные Реплики В чате Присоединяюсь к ним Низкий поклон Гости здесь пишут Все замечательно Все хорошо Как говорится Будут мысли Приходите еще Мы с радостью Дадим возможность Рассказать об этом Я чем смогу Помогу Наши радиослушатели Присоединятся В чате Народославянского радио Будут задавать вопросы Писать интересные реплики Народное славянское радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok